Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые коллеги! Рад принять участие в столь важном форуме для сферы информационной безопасности и в рамках своего доклада хотел бы поделиться с вами наработками и теми шагами Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые предпринимаются в рамках повышения эффективности защиты информации не только в самом Министерстве здравоохранения, а в подвесных организациях, но и в целом, как отмечал сегодня на пленарной сессии Лютиков Виталий Сергеевич, в рамках отраслевого регулирования. Как сказал Роман, сегодня будут компании, которые прошли большой путь. Министерство здравоохранения в рамках именно как отраслевой регулирования области информационной безопасности находится на таком начальном пути. И сегодня бы в рамках своего доклада я бы хотел вам предложить обсудить тему, такую очень непростую, очень тяжелую тему, как построение единой системы и обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения в эпоху цифровизации отрасли. Фактическое состояние информационных ресурсов сейчас в сфере здравоохранения является следствием исторически сложившегося децентрализованного подхода к созданию и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, реализуемого в условиях ограниченности ресурсов и характеризуется, в числе прочего, разнотипностью решаемых задач, разнообразием программных технических решений, разнообразием IT, решений архитектуры по построению IT-архитектуры, консолидацией информации различного назначения, принадлежности и конфиденциальности, а также разнородностью способов реализации информационного взаимодействия участников в сфере здравоохранения и недостаточностью уровня обеспечения отказоустойчивости. При этом в настоящее время мы можем наблюдать с вами бурное развитие цифровизации технологий во всех сферах госуправления, и в том числе в сфере здравоохранения. Усилились такие тенденции, направленные на создание единых платформных решений, и одним из примеров в сфере здравоохранения является создание механизмов взаимодействия участников сферы здравоохранения на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Та тенденция цифровизации, которая сейчас наблюдается, планомерно ведет к непрерывному развитию услуг и сервис, предоставляемых в электронном формате, постоянному повышению сложности применяемых решений IT, а также значительному росту количества информационных систем, интегрируемых в единый цифровой контур в сфере здравоохранения. В настоящий момент на федеральном и региональном уровне реализуются такие проекты по цифровизации, как, например, использование технологических решений на базе искусственного интеллекта, внедрение рецептов на лекарственные препараты, сформированные в форме электронных документов, создание единой интегрированной электронной медицинской карты и бурное развитие технологий телемедицины. В результате реализации проектов, которые сейчас находятся в разной стадии готовности, мы видим и можем наблюдать увеличение количества информационных систем и сложности их построения и реализации, многократное увеличение количества участников информационного взаимодействия и расширение круга взаимодействующих, значительное увеличение объемов обрабатываемых данных, расширение территориальной распределенности информационных систем и покрытие, все большие территории Российской Федерации покрываются в данном случае электронными услугами. Ряд характеристик фактического состояния защиты информационной информации в информационных системах в сфере здравоохранения приведен на слайде. Информационные системы в сфере здравоохранения применяются для обработки информации, необходимой для обеспечения критических процессов, а также для управления и контроля критическими процессами, связанными с оказанием медицинской помощи. Нарушение или прекращение функционирования таких информационных систем может привести к чинению ущерба жизни и здоровья. По результатам анализа информационных систем и проектов цифровизации здравоохранения, а также основных типов угроз безопасности информации в информационных системах в сфере здравоохранения можно выделить ряд негативных последствий, представленных на слайде, связанных с реализацией угроз безопасности, имеющих критически опасный характер с учетом специфики сферы здравоохранения. Первое – это невозможность предоставления медицинских услуг и оказания медицинской помощи, либо оказания медицинской помощи ненадлежащего качества. Невозможность точного определения диагноза и назначения лечения, а также невозможность обеспечения преемственности оказания медицинской помощи. Неправомерное использование конфиденциальной информации, обрабатывая информационных систем в сфере здравоохранения. Учитывая тенденции цифровизации в сфере здравоохранения и их влияние на защиту информации, а также фактическое состояние защиты информации в информационных системах в сфере здравоохранения, особую важность приобретает реализация единого комплексного подхода к построению системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения. Понимая значимость реализации указанных задач, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации разработан проект «Концепция обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения», в котором определены направления развития системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения, системы взглядов, принципы, подходы и требования к обеспечению защиты информации. По состоянию на текущий момент концепция согласована в СТЭК России, ФСБ России, и мы получили последнее согласование от Минцифры России. Сейчас она готовится к докладу министра. Основными целями единой системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения определены такие, как реализация единых принципов и подходов к обеспечению защиты информации в информационной системе в сфере здравоохранения, путем разработки и актуализации внедрения отраслевых стандартов методических рекомендаций по защите информации с учетом специфики сферы здравоохранения у отрасли, собственно, о чем сегодня говорили представители СТЭКа. Обеспечение единственной организационной методической политики реализации междузащиты информации в информационной системе в сфере здравоохранения путем разработки и утверждения типовых локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов на основе отраслевых стандартов и методических рекомендаций. а также координация взаимодействия силы обеспечения информационной безопасности путем создания отраслевого центра информационно-безопасности Минздрава России, выполняющего в числе прочего, а также функции отраслевого центра Госсотки. Здесь кратко представлены, собственно, силы обеспечения информационной безопасности, все участники на всей единой системы, построившейся системы обеспечения информационной безопасности здравоохранения. В целях обеспечения единства подходов к управлению системой обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения предусматривается создание отраслевого центра информационной безопасности здравоохранения на базе подвездачного учреждения. В пределах своих полномочий Центр информационной безопасности должен выполнять в числе прочих следующие функции. Организует и координирует деятельность участников системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения. Привлекается к осуществлению ведомственного контроля выполнение требований по защите информации информационных систем в сфере здравоохранения заказчикам, либо операторам которых является Минздрав России или его подведомственная организация. Привлекается к осуществлению контроля выполнения субъектами критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и по обеспечению их функционирования. Разрабатывает проекты дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, учитывающих особенности их функционирования в сфере здравоохранения. Разрабатывает проекты отраслевых стандартов и методических рекомендаций по защите информации в информационных системах в сфере здравоохранения. Осуществляют функции отраслевого центра Госсовского сферы здравоохранения, координируют силы и средства обеспечения информационно-безопасности в сфере здравоохранения при обнаружении компьютерных атак, реагировании на инциденты, ликвидации их последствий, а при необходимости принимают непосредственное участие в мероприятиях по их ликвидации. Осуществляют непрерывные взаимодействия с НКЦКИ по вопросам обнаружения и предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак на объекты Киева Минздрава России. Осуществляют функции отраслевого центра компетенции по вопросам обеспечения информационно-безопасности в сфере здравоохранения, координируют вопросы организации функционирования защищенных сетей передачи данных, используемых для взаимодействия с информационным системами в сфере здравоохранения. Взаимодействуют СТЭК России и ФСБ России по вопросам обеспечения защиты информации в информационных системах в сфере здравоохранения, в том числе и в рамках осуществления ими государственного контрольного надзора в организации, клевеляющихся операторами информационных систем в сфере здравоохранения. Оказывает методическую и практическую помощь участникам системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения по вопросам защиты информации, а также осуществляет организацию и контроль качества подготовки кадров по информационной безопасности в сфере здравоохранения. Деятельность по мониторингу защиты информации в информационных системах в сфере здравоохранения осуществляется участниками системы обеспечения информационной безопасности как операторами информационных систем в сфере здравоохранения субъектами КИА, ведомственными корпоративными центрами ГУСОТКИ и отраслевым центром информационной безопасности Минздрава. В рамках мониторинга защиты информации в информационной системе в сфере здравоохранения отраслевой центр информационно-безопасности Минздрава выполняет функции ведомственного центра Госсопки в отношении информационных систем и иных объектов КИА, включенных в зону его ответственности по решениям Минздрава России, и выполняет иные функции, которые будут определены в рамках соглашения с НКЦКИ. Информирует операторов информационных систем центра Госсопки о выявлении в информационных системах в сфере здравоохранения уязвимости критического уровня опасности. Ошуществляет контроль выполнения требований по защите информации в информационных системах в сфере здравоохранения и защищенных сетях передачи данных. Принимает участие в определении прогнозирования угроз безопасности информации, связанных с особенностями применения информационных технологий и реализации проектов цифровизации в сфере здравоохранения. разрабатывает и согласовывает с НТЦКИ проекты отраслевых стандартов и методических рекомендаций по обнаружению и предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную систему в сфере здравоохранения. Хотел бы в продолжение слова Виталия Сергеевича Людикова сказать, что когда мы прорабатывали и разрабатывали концепцию, цель у нас как раз закладывалась в том, чтобы создать именно единую систему построения информационной безопасности на всех, и на федеральном, и на региональном, и муниципальных уровнях медицинских организаций, в принципе все, что у нас подпадает под понятие информационных систем по 323-му федеральному закону. И цель создания отраслевого центра заключается в том, чтобы это был действительно центр компетенций, который совместно со всеми участниками сможет построить единую систему и быть таким не просто регулятором, а именно помощником отрасли по построению и по защите информации. Ну отлично, у нас осталось время для вопросов. Александр, спасибо, очень интересно. И действительно мы находимся такие свидетели вершения истории, такое монструозное, огромное, скажем так, отраслевое центромониторинга. Это действительно большой шаг. Если я правильно услышал ваш доклад, то получается, что центр мониторинга Минздрава будет включать в себя весь цикл функций, ну если брать по НКЦКИшным, начиная с выявления, заканчивая реагированием ликвидации последствий. Вы прикидывали, какое количество объектов попадет в зону ответственности этого СОКа и какое количество персонала будет задействовано для его создания тогда? Мы прорабатывали этот вопрос. Значит, здесь я бы разделил две составляющие. Первое, это когда отраслевой центр информационной безопасности будет выступать непосредственно как выполняющий функции госсобки по мониторингу. В этом случае будет Министерство здравоохранения с его информационными системами и те подвесные организации, информационные системы, вообще объекты КИА, которым определит Минздрав во время, ну когда будем создавать и прорабатывать вопрос. А вторая часть, что по большому счету это будет именно как отраслевой центр госсобки, который будет взаимодействовать с ведомственными центрами госсобки, тех же субъектов, где строится, например, я знаю, в ряде там субъектов, строится центр мониторинга на уровне самих органов власти, а в некоторых случаях в целом на уровне субъекта. Также с корпоративными центрами мы будем, ну предполагается, что центр будет обобщать информацию из себя, являться таким централизующим звеном и связкой между НКЦКИ и отраслью. И, собственно, анализировать угрозы, доводить информацию до субъектов КИА, госсобки и участвовать в мониторинге, участвовать в тех же расследованиях, инцидентов. По большому счету мы видим, что центр информационной безопасности должен стать именно вот таким центром компетенции, центром консолидации, отраслевым, ну неким представителем НКЦКИ, да, в этой части, но не с точки зрения регуляторики, а с точки зрения совместного решения сложившихся там угроз, вопросов и их ликвидации. Поэтому, да, мы в данный момент продолжаем проводить анализ по количеству объектов КИА, которые должны мониториться. И в любом случае центр информационной безопасности будет развиваться не в течение полугода-года, а в некой временной траектории, поэтому со временем будет сначала ограниченное количество, а потом будем брать на мониторинг после того, как поймем, что эффективность есть, больше количества. Но в любом случае это будет выстраиваться система взаимодействия со всеми. Отраслевой центр с точки зрения как мониторинга, он в любом случае не вытянет всю отрасль, потому что она имеет колоссальный размер. Да, спасибо. Ну, раз мы перенесли дискуссии в конец каждого доклада, я немножко продолжу дискуссию. Это очень важно, что сказал сейчас Александр. Я постараюсь не отнять хлеб у региональных спикеров, которые будут выступать завтра. Просто скажу, что на самом деле вот информационные, медицинские информационные системы, это одно из того, что в принципе попало в зону внимания всех практически ответственных за Киево-регионах, и люди уже какие-то действия предпринимают для того, чтобы как-то обеспечивать выявление и предотвращение компьютерных атак в этих сегментах. И ключевое, что я хотел услышать, я, может быть, еще раз это подчеркну, то, что на самом деле это НКЦКЭшные документы, они в этом плане написаны правильно, они позволяют выстраивать иерархичные взаимодействия между различными субъектами ГУСОПКИ для того, чтобы эффективно распределять ресурсы и силы и средства, как если будем уж их терминами говорить. То есть если я правильно услышал, то не будет какой-то вот у регионов, грубо говоря, забирать под себя, что мы все сами контролируем, потому что в среднем в каждом регионе это порядка сотни субъектов медицинских информационных учреждений, которые у них находятся на мониторинге в их соках. То есть я так понял, что главная задача это консолидация тех данных, которые другие подведомственные, может быть, центры ГУСОПКИ, которые мониторят системы КИИ, медицинские, будут обязаны обмениваться. Ну то есть это больше такой функция серта, да? То есть что главное, чтобы видеть всю картину и правильно выстраивать методологический подход всей отрасли для того, чтобы все действовали в одном русле. Но вот конкретно у всех там, нет, мы сами все будем мониторить, такого не будет, да? Это будет, да, иерархическая система взаимодействия. Значит, и здесь будет взаимодействие в том числе по всем центрам ГУСОПКИ, которые есть, потому что, еще раз говорю, отрасль большая. Есть как государственные муниципальные клиники, да, медицинские учреждения. А есть у нас частная медицина, которая тоже попадает под систему здравоохранения. А там тоже объем немаленький юридических лиц. Поэтому, как бы, это наша с вами будет совместная работа. Здесь каждый по отдельности не сделает, не выполнит те задачи, которые нужно выполнить в рамках отрасли. Это наша совместная работа с каждым участником этой системы. Просто отраслевой центр информационной безопасности будет как координатор этой нелегкой задачи. А вот, ну, если не секрет, не будем лезть в деньги, это вопрос такой. Не оценивали, сколько потребуется, в принципе, какой масштаб такого СОКа должен быть, чтобы выполнить те функции, которые определены той концепцией, которая сейчас, я полагаю, будет уже окончательно утверждена. Ну, вот по людям хотя бы, чтобы просто понятно, что другие отрасли тоже как-то идут путем создания отраслевых, в принципе, центров компетенции. Ну, вот чтобы, может быть, коллегам было интересно сравнить с тем, что они применяют на свое ведомство. Ну, вот масштаб, масштаб бедствия, который вы предвидите, который вам понадобится для того, чтобы реализовать такой вот действительно мощный центр компетенции отраслевого уровня. Давайте так, я не буду называть конкретные цифры, потому что они будут корректироваться по мере возможностей. Просто в сравнении каком-то. В том числе, исходя из возможностей бюджета. Мы сейчас предусмотрели некий план развития на три года с увеличением, в том числе, штатной численности сотрудников. Опять же, еще раз повторюсь, что мониторинг, непосредственный мониторинг – это одна часть задач. Вторая часть задач – это выступать в качестве центра компетенции по линии Госсовки. Третья задача – это выступать как центра компетенции по линии в целом защиты информации, ну, скажем так, направления ВСТЭКа. А еще у нас есть направление, которое связано с Роскомнадзором с точки зрения защиты персональных данных. Потому что у нас, собственно, медицинская информационная система – такая уникальная вещь, что у нас в ней сосредоточены практически требования по реализации трех приказов, то есть 17, 21, 239. Мы подпадаем под все. Вот, поэтому, да, мы оценивали это, оценивали развитие, и дальше все будет зависеть от того, насколько мы сможем достичь результатов, поставленных результатов в следующем году. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего спикера за очень интересное такое информационное наполненное сообщение. Тогда у нас останется больше времени на дискуссии. Давайте перейдем дальше. У нас большой двойной доклад. Это Александр Маслов, директор департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития Российской Федерации. Антон Юдаков, операционный директор Центра противодействия кибератакам SolarJSoc, Ростелеком Solar. Добрый день. Уважаемые участники форума, хотелось рассказать о нашем опыте обеспечения кибербезопасности в едином правительственном комплексе в сервисной модели силами корпоративного центра Госсопка, как и другие. Так, а где у меня кликер? Это кликер? Да, большая зеленая кнопка на нем. Отлично. Как и другие фаивы, мы столкнулись с тем, что необходимо начинать работы по внедрению ведомственного центра Госсопки в 2014 году на рубеже 2015 года. В 2017 году мы получили согласованный с восьмым центром ФСБ технический проект. Позже при начале реализации этих технических проектных решений мы столкнулись с рядом трудностей. Первая трудность это, конечно, финансовое обеспечение этих мероприятий. Так как текущие лимиты позволяли нам осуществить проектирование, но не позволили осуществить уже непосредственно реализацию этих проектных решений. Мы понимали, что не только техническое и аппаратное обеспечение необходимо для ведомственного центра, но также кадровое обеспечение. Здесь мы также столкнулись с рядом трудностей. По нашим подсчетам, в минимуме необходимо было выделить от четырех ставок в идеале 14 ставок, 14 человек. С этим возникли определенные трудности. Также необходимо было обеспечить непрерывное обучение этих специалистов по специальным программам. При этом, несмотря на поручение правительства, мы направляли поручение правительства о выделении дополнительного финансирования на создание таких центров в ФАИВах, Минфин нам дополнительных денег на это не дал. При этом на горизонте у нас появилась некая возможность значительно изменить жизнь нашего ФАИВа, а также ряда других ФАИВов за счет объединения этих ФАИВов на базе единого правительственного комплекса. В основу комплекса этих мероприятий был заложен не только физический переезд разных ведомств в единое здание в Москва-Сити, но и также централизация различных обеспечивающих функций этих ФАИВов и ведомств, в том числе обеспечение IT-инфраструктуры и функций по инфобезу, по сервисной модели. В правительственном комплексе у нас находится ряд ведомств, это Минэкономразвитие, Минпромторг, Минцифры, Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Федеральное агентство под делом наций, национальностей и некие структурные подразделения Казначальства России. Подробнее о инфраструктуре правительственного комплекса расскажет Антон Юдаков. Да, я, наверное, повторю чуть концепт, то есть целый ряд ФАИВов, перечисленных на слайде, по сути провел такую большую историю совместно с PowerOS целиком, чуть позднее объясню подробности, по тому, чтобы переехать в другую локацию. Но за этим проектом на самом деле стоял в действительности не только переезд сотрудников и переход к определенной другой модели потребления в здании, где они работают, но и на самом деле большая проработка огромного количества взаимосвязей, нюансов и, наверное, форматов организации предоставления услуг, грубо говоря, с продумыванием многих вещей, там, до прям мелочей. Сейчас в одной из башен в Москва-Сити, да, вот в упомянутом правительственном комплексе работает более 5,5 тысяч сотрудников. На слайде написано работников, ой, рабочих мест. На самом деле рабочих мест чуть больше, это в том числе связано с архитектурой IT-инфраструктуры в правительственном комплексе. Если говорить про такие численные значения, там, на самом деле, более 8 тысяч рабочих мест, ну, безусловно, соединенных в определенную сеть с определенным набором IT-услуг, ИБ-услуг и Центр обработки данных. Центр обработки данных, в котором, на самом деле, совмещены две истории. Первая в левой части слайда упомянутая – это так называемый колокейшн, временная история в Центре обработки данных. Это, по сути, действительно отражает название колокейшн, куда перемещены практически в режиме, как есть, те информационные системы и данные, которые ранее существовали в других локациях фаивов до истории миграции. Облако Ростелеком – это целевая схема, которая продолжает развиваться, расширяться. Это облачная инфраструктура, в которую переезжают информационные системы. Важный момент, что как создаваемые новые, так и выводимые из эксплуатации, из колокейшна модернизируемые информационные системы существующие, либо те, которые их заменяют, причем в обязательном порядке с дополнительной проработкой вопросов реализации необходимых в соответствии с требованиями по информационной безопасности в этих системах. Ну, то есть, грубо говоря, нельзя просто взять и переместить данные из колокейшна в облако. Для этого должны быть реализованы определенные требования по информационной безопасности, либо в рамках модернизации системы, либо в рамках создания с нуля. Наверное, говоря про правительственный комплекс, еще отдельно отмечу, наверное, отношение нашей компании к этой истории. Единый поставщик услуг в правительственном комплексе определяется постановлением правительства – это PowerOS Telecom. Мы, как ДЗО PowerOS Telecom, PowerOS Telecom Solar, в частности, отвечаем за услуги кибербезопасности в правительственном комплексе. Сейчас в целом, совокупно, если говорить про ИИТ и ИБ сервисы в правительственном комплексе, то порядка 160 услуг в целом сейчас предусмотрено контрактом. Причем в сервисной модели по достаточно четко понятной определенной модели потребления. То есть есть определенные тарифы, есть заявочная система потребностей от ФАИВов, в рамках которой им предоставляется необходимый им в моменте объем ресурсов, который постфактум оплачивается. То есть если по-простому ФАИВы в динамике, исходя из своей меняющейся ситуации, в зависимости от собственных потребностей в моменте, могут наращивать потребление услуг и при этом оплачивать исключительно потребленные услуги, несмотря на тот объем, который, возможно, мог бы быть запланирован. То есть эта цифра может в динамике меняться в одну или другую сторону. Наверное, верну слайд с перечнем ФАИВов и продолжу рассказ Александра Николаевича про историю Минэкономразвития в части создания ведомственного центра ГОСОПКИ. Разумеется, переезд не только в здание, но и переход в сервисную модель не мог не наложить определенный отпечаток на историю создания ведомственного центра в Минэкономразвития. И на самом деле не только Минэкономразвития. Схожие подходы, то есть схожий путь проходили коллеги, в том числе из соседних ФАИВов, в частности, являющихся субъектами ГОСОПКИ, как пример Минпромторг. Вообще, если говорить про реализацию функций центра ГОСОПКИ, фактически сейчас функции центра ГОСОПКИ выполняются нами, подрядной организацией, Ростелеком Солар, как нашим корпоративным центром. И, в принципе, этот подход действительно предусмотрен, в том числе методическими рекомендациями ФСБ России. Но есть определенный такой важный нюанс именно относительно истории в правительственном комплексе. Такая отличительная особенность. Коллеги не создают у себя ведомственный центр, при этом передавая большую часть функций такого центра к корпоративному центру ГОСОПКИ, которым мы являемся. По самому подобному подходу к реализации функций центра без создания ведомственного центра путем передачи определенного функций к корпоративному центру коллеги из Минэкономразвития вели диалог с ФСБ России. И, в частности, в продолжение этого диалога было направлено коллективное обращение двух заместителей министра Минэкономразвития и Минпромторга в адрес руководителя научно-технической службы ФСБ России, на что коллеги не получили каких-либо возражений. И сейчас мы, по сути, действуем в соответствии с вот этим обозначенным подходом. Наверное, второй момент, который я не могу не отметить, это история тех самых кибератак, той самой угрозы, которая стоит перед федеральными органами и исполнительными властями. На самом деле, мы часто говорим про эту историю скорее в трендах, но она исключительно на опыте основывается. И, в частности, заключается в том, что те атаки сложные, нацеленные высококвалифицированного злоумышленника, которые ранее, про которые ранее мы с вами говорили, как скорее о каких-то разовых историях, не говорю, что мы с ними не сталкивались, по сути, сейчас являются актуальными для нас местами даже в каком-то каждодневном режиме. На слайде представлена наша модель уровней нарушителя, на которую мы опираемся в диалогах с нашими заказчиками. Но если говорить про правительственный комплекс и фаивы правительственного комплекса, то мы вместе с фаивами прямо на практике убедились, что, согласно нашей модели, вот именно пятый уровень наиболее высококвалифицированного такого подготовленного злоумышленника, обладающего очень широкими возможностями, является, по сути, тем самым представляющим для фаивов вполне реальную угрозу. Это, разумеется, нашло и отражение на наборе предоставляемых сервисов. Но, наверное, прям в двух словах дополню рассказ про этот уровень злоумышленника. Важный, прям важный момент здесь в третьем списке на слайде. Это история такой нацеленности злоумышленника, по сути, на скрытое присутствие в инфраструктуре для того, чтобы в какой-то момент, там, в определенных условиях задействовать любые подходы и механизмы, которые у злоумышленника, обладающего, по сути, полными привилегиями в инфраструктуре, есть, приведение каких-то действий. Ну, а в целом, в течение такого продолжительного, скрытного присутствия, разумеется, наблюдения, такого кибершпионажа, что, в общем-то, мы прям видим на практике и, на самом деле, на последних мероприятиях в течение, я думаю, последнего года достаточно подробно рассказываем, как в части детектирования, так и в части противодействия и, в частности, мероприятий по реагированию на подобные инциденты. Разумеется, такое вот осознание, понимание такого актуального уровня угрозы нами совместно с ФАИОМи нашло и отражение в наборе предоставляемых сервисов, поэтому, как и облачные ресурсы, которые сейчас там продолжают кратно расти за счет приезда туда новых систем или переезда из временного колокейшена, так и набор сервисов по информационной безопасности от того, с которого мы начинали в начальной точке реализации проекта, сейчас поэтапно расширяется. Расширяется ровно для того, чтобы иметь возможность своевременно, оперативно, качественно и детектировать активности такого высокого уровня злоумышленника и уж, конечно, вообще говоря, не только им противодействовать, реагировать, да, но именно противодействовать. Нюанс этой истории. Среди перечня ФАИОВ, располагающихся в правительственном комплексе, не все из них на текущий момент являются субъектами ГОСОПКИ, но в то же время они все вместе получают от нас определенный, предусмотренный либо контрактом, либо дополнительными соглашениями набор сервисов кибербезопасности, который точно так же может ими потребляться. Если мы говорим про историю кибербезопасности в целом правительственного комплекса и в частности наших функций корпоративного центра ГОСОПКИ в отношении инфраструктуры правительственного комплекса, то, по большому счету, сейчас весь тот набор ФАИОВ, который размещается в правительственном комплексе, вне зависимости от вопроса, является он субъектом ГОСОПКИ или нет, получает одинаковый по набору и качеству уровень сервисов кибербезопасности. Если говорить про разделение зоны ответственности, наверное, я подробно не буду останавливаться на конкретных функциях, но большая часть функций ведомственного центра ГОСОПКИ по факту выполняется нами, как корпоративным центром, привлеченным по договору исполнителям в рамках реализации соответствующего контракта. Для правительственного комплекса блочно мы их поделили на нашу повседневную деятельность, взаимодействие с НКЦКИ, в частности, ну и, безусловно, историю реагирования на выявленные инциденты и ликвидации последствий атак. Инфраструктура большая, сложная, в том числе взаимодействующая с рядом других смежных организаций. Информационные системы в том числе администрируются достаточно большим набором подрядчиков. Выработка соответствующих и требований по обеспечению безопасности и, безусловно, обеспечение безопасности непосредственно в инфраструктуре правительственного комплекса это то, что находится в наших руках как корпоративного центра, в том числе, не дай бог, в случае выявления каких-то компьютерных атак и проведения мероприятий по реагированию. Если говорить про сами ФАИВы на примере Минэкономразвития, на них остается набор организационных таких координирующих функций, они тоже представлены на слайде. Ну и, наверное, здесь я вновь передам слово Александру Николаевичу, наверное, и дать, так и резюмировать, дать оценку и тому подходу, который мы вместе реализовали в правительственном комплексе, ну и в целом нашей совместной работе. Спасибо. Так. Как уже сказал Антон, за представителями ведомств остается больше координирующие и организационные функции. У нас достаточно ограниченный штат сотрудников, которые занимаются инфобезом, они, естественно, обучены, и их компетенция позволяет им выступать в роли качественного заказчика для нашего корпоративного центра по кибербезопасности. Я бы хотел остановиться на особенностях использования корпоративного центра и обозначить ключевые моменты. Первое, это, конечно, получение высококачественного коммерческого уровня сервиса 24 на 7. То, что у нас работает коммерческий подрядчик по своей сути, это большой плюс, так как ведомственный центр, так или иначе, он замкнут в себе, и специалисты, они в большей степени варятся в каком-то собственном соке таком. Корпоративный же центр, это большая команда профессионалов, которые работают не только с одним заказчиком, они работают с рядом российских заказчиков, и у них очень широкий кругозор. Как уже сказал Антон, мы действительно подвергаемся ряду кибератак, и я не уверен, что своими силами мы бы смогли на должном уровне противостоять этим атакам. Следующий момент, который хочется отметить, это гибкость в подходах. Как вы знаете, все фаивы живут в неком бюджетном цикле, у нас есть этапы планирования, этапы реализации, и все эти этапы, они могут занимать от полугода до года, в отдельных случаях полтора года, может занять какая-то отдельная закупка по изменению инфраструктуры, по закупке необходимого софта или оборудования, по найму отдельных команд. Наш же формат заявочный, такой сервисная модель, он позволяет нам достаточно оперативно изменить бланк заказа, и имея большой такой массивный контракт общий на башню, мы можем с помощью дополнительных соглашений конкретизировать список тех сервисов, услуг, тех конкретных действий, которые должен сделать корпоративный центр. Такая гибкость, конечно же, была бы недоступна в случае, если бы мы создавали свой ведомственный центр. Так, ну и хочется определить отдельно вопрос ответственности. Ответственность за безопасность нашего ведомства лежит непосредственно на ведомстве, но ответственность за обеспечение кибербезопасности она лежит уже на поставщике сервисов. Таким образом у нас вот эта ответственность она разделяется. Мы делим эту ответственность и в этом случае корпоративный центр, он отвечает не только деньгами по контракту, но еще и своей репутацией и, что немаловажно, на кону стоит лицензия от регуляторов. Так, отдельно, предвосхищая вопрос о деньгах, хочется сказать, что, безусловно, мы превысили тот бюджет, который планировали в 2017 году. Почему? Это связано с тем, что не были оценены непосредственно тот уровень угроз, который мы закладывали в проекты. Мы не знали, как будет развиваться рынок айтишников, то, какие сейчас зарплаты вы знаете у айтишников. Соответственно, значительно был превышен изначально тот бюджет, который планировался. В итоге хочется отметить, что в целом сервисная модель, она рабочая, на наш взгляд, она эффективная, и ее можно включить в список тех вариантов выбора, которые ведомство анализирует при реализации центра Госсопка. В данном случае все зависит от возможностей и предпочтений конкретной организации. Так, у меня все. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы. Да, Александр, вот очень хороший кейс, на самом деле, и действительно один из самых первых, в принципе, в теме Госсопочных. Вот вы выбрали, собственно говоря, путь аутсорсингового СОКа. Вот у нас СОК-форум седьмой только в Москве, а всего уже их десять было вместе с Казахстаном. И тем не менее, даже в этом году опять этот вопрос всплыл, свой СОК или аутсорсинговый, понятно, ведомство и Министерство экономического развития наверняка экономику считали, могли бы поделиться, есть ли понимание экономической финансовой выгоды от использования аутсорсингового СОКа, ну вот на организации масштаба вашего ведомства. Вопрос достаточно сложный, мы пытались это оценить, пытались выяснить, какие ведомства сколько тратят на инфобез, но дать конкретную оценку и у нас не получилось, так как нету единой системы координат, и каждое ведомство в вопросы инфобеза закладывает какой-то свой индивидуальный набор услуг и того уровня качества сервиса, уровень инфобеза, который обеспечивается в этих ведомствах. Соответственно, можно сказать, что в первую очередь предложенная модель, она эффективна, то есть наша ценность, наши данные, наша инфраструктура, они защищены, мы ими владеем, мы ими управляем, мы видим какие-то атаки, которые на нас совершаются. Вот каких денег это может стоить? Вопрос очень философский, на мой взгляд. Ну, понятно, но ваша бы команда тоже выявляла. И тогда вот в дополнение вопроса по ответственности, то есть получается на сервисной команде полностью вопросы все реагирования, они имеют право физически включать, выключать какие-то средства защиты информации, полностью управлять инфраструктурой при реагировании на компьютерной атаке, то есть сами, самостоятельно? Да, у нас разработаны определенные регламенты, которые полностью укладывают весь процесс реагирования, эскалации каких-то действий критически важных. В моменты каких-то атак, конечно, по этим моделям исполнитель имеет возможность управлять нашей инфраструктурой. В данном случае мы являемся координаторами, мы являемся заказчиками отчетов об инцидентах. Мы являемся некими лицами, принимающими решения, куда идти сюда или сюда, дозаказывать дополнительный сервис, как-то реагировать. Может быть, закупка лицензии необходима или мероприятие по обучению людей, сотрудников ведомственного. Господи, как его, промышленный, правительственный комплекс. Вот, таким образом у нас все четко разделено. Ну да, вот это, то есть в регламенте, вот все-таки, когда идет атака, например, срочно аналитик сервисного сока имеет право погасить какой-то сервис, например, чтобы не допустить дальнейшего распространения атаки. Или же все-таки решение принимает специалист, который находится в команде ведомства? То есть насколько тут такая глубина доверия? Естественно, мы сами, в данном случае представитель корпоративного центра принимает решение о включении или выключении какого-то сервиса и дальше по матрице эскалации оповещаются ответственные сотрудники, руководители ведомств и так далее. Да, Антон, есть что добавить? Да, соответственно, у нас по матрице эскалации мы тоже в определенный момент узнаем, что происходит какое-то событие, какая-то атака и тоже подключаемся к этому событию. Но первая реакция, она все равно за корпоративным центром. У нас есть микрофон? Чтобы не фонить, я на всех случаях отойду. Дополню при этом от себя. На самом деле, Ром, кейс кейсу рознь. То есть, безусловно, есть те действия, которые мы вместе проработали, как те, которые мы можем выполнить самостоятельно. Есть, наверное, такие атаки и в такой стадии, которые могут быть обнаружены, которые для реагирования на которые нужно формирование команд и, безусловно, выработка согласования конкретных планов реагирования на данные атаки. Говорю сейчас совокупно по кейсам различных госорганов, с которыми мы сталкиваемся. И здесь же связаны вопросы экономики. Я не знаю, насколько это хорошо было видно из слайдов доклада, но на самом деле мы, по сути, имеем картину реализованную в 2019 году, развивающуюся год от года в связи как с развитием определенных потребностей, либо осознанием необходимости реагирования на определенные вызовы. Но в то же время коллеги проводили свой НЕКР годами ранее. И там тоже действительно были определенные цифры. Поэтому в моменте мы сейчас сравнить буквально текущие цифры и предыдущие. По многим причинам это было бы неправильно. Хотя Александр Николаевич совокупно дал оценку, что затраты возросли. Наверное, это дополнение от меня. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Ну, если вопросов нету, тогда давайте поблагодарим еще наших спикеров. Это действительно один из самых ярких проектов и главный один из первых проектов, который был в принципе со словом ГОСОПКО. Я передаю дальше слово Артему Кунгурсу, начальнику управления информационной безопасности Департамента информационных технологий города Москвы. Это тоже организация, которая, как правило, идет впереди, у которой есть возможности, за которой мы всегда наблюдаем и следим, что они делают. Это всегда достаточно интересно. Давайте послушаем. Начну о том, о чем мы говорили в январе этого года, о новых современных угрозах, которые сейчас мы видим, и о которых необходимо в любом случае говорить, потому что от этого будет меняться и ваша архитектура, собственно. Архитектура принятия решений по построению вашей системы защиты. Кнопочки, да, нажимаем? Вот, замечательно. Давайте поговорим о цели. На самом деле, инфобес стал инструментом. Это уже, я думаю, четко должно для всех стать уже ясной картиной. Почему? Потому что очень быстро инциденты информационной безопасности становятся, превращаются в какие-то политические игры, это корпоративные войны, это любая другая негативная, деструктивная информация направлена на повышение репутационных рисков и то, с чем вы последовательно начнете жить. Вот эти риски очень легко считаются, например, если репутационные риски, это размер денежных средств, вложенные на те деньги, которые вы впоследствии вложите в свой пиар для того, чтобы нивелировать эти риски по инфобезу. Но это маленькая часть. Второй отдельный тренд, это вот люди, я надеюсь, все-таки здесь находятся из госсектора, это как раз диджитал рынок, который потребляет в огромном количестве наши с вами данные. Данные государственного сектора, персональные данные, которые мы с вами владеем вполне себе на знакомых основаниях, в рамках оказания госфункций, госуслуг. И вот в этом году, я не стал здесь это представлять, вот в этом году у меня была очередная раз статистика по стоимости утечек по рынку. Вот если кривая существует у операторов связи по утечкам и кривая существует в банковском секторе, там не будем говорить сколько это стоит, то в госсекторе это всегда одна прямая, как больной мертв. То есть она всегда на минимальном уровне и она всегда невысокой цены. Это говорит о том, что да, во-первых, мы недостаточно защищаемся, наши данные интересные, потребляются большим диджитал рынком в огромном количестве. Поэтому не надо питать иллюзии. Мы всегда будем как госсектор интересны для воин политических, геополитических, потому что геополитические риски тоже растут. Так и для диджитал рынка. Это огромный рынок. Это и мошенники, и таргетинг, и маркетинг, и все остальное. Возможно даже для каких-то благих целей. Пример. Буквально в этом году американская компания нефтяная подверглась кибератаке. Сколько там суток прошло? Да там не суток прошло, там несколько числов прошло, чтобы нас обвинить для того, чтобы очередной раз на нас навесить санкции. Любому специалисту по инфобезу предельно понятно, что тут сутками времени, суток нам просто недостаточно больше, чтобы понять, откуда прошла атака, и действительно она была оттуда. И уж тем более кого-то обвинять. Вот. Поэтому финансовые потери для госсектора на сегодняшний день не так велики, сколько репутационные потери. Это очень важно, это надо учитывать. Современные тренды. Спящие атаки. Вот Антон сегодня, да, прям с языка снял спящие атаки, да, правда, потому что злоумышленник крепится, крепится, и это уже не стал какой-то фронт, это он крепится и живет там вполне себе легитимно. И атака происходит, если она даже происходит. Она может не происходить, потому что злоумышленник получил доступ к тому, что ему надо его сейчас. Задача дьявола основная, да, доказать всем, что его не существует. Вот таких атак стало очень много и гораздо сложнее стало идентифицировать. Мы растем, мы дико изменяемся, мы выжалили, и злоумышленник этим пользуется. Максимально широкое использование человеческого фактора. Это прям бич, это бич, я бы сказал, для всего госсектора. Почему? Потому что мы на протяжении нескольких лет, и, наверное, правильно, мы обращаем внимание на защиту наших информационных систем, на защиту нашей инфраструктуры, но у нас есть огромный кусок пользовательского сегмента. Этот пользователь как является нашим потребителем, так он является и нашими коллегами, это наши люди. На это надо обращать тоже огромное внимание, потому что, если последнее прочитаем, это социалка. Социалки стало очень много на самом деле. Именно методы социальной инженерии применяются для того, чтобы нас атаковать, получать доступ. Можно выделить здесь отдельный тренд, это мессенджеры. Да мы все в чатиках живем, мы любую, от пойти в баню до каких-то серьезных проектов мы помещаем в чаты. Неважно, это будет телеграм, ватсап, еще куда-то. Грузим туда огромное количество людей, грузим туда огромное количество информации, и с течением времени мы уже даже не понимаем, кто там находится. Тем более, там идентифицировать пользователей, а если мы еще дали доступ по джойну, и такие инциденты уже были неоднократно, то есть классика, поднимается там, облако какое-то, давайте мы поработаем, позаполняем там таблички гугловые, да, а для того, чтобы нам проще было понимать, как мы их позаполняем, мы туда джойн еще приклепим от телеги, и прям вот прям поосуждаем. Это классика уже стала, и вот с этим надо прям на это обращать особое внимание, потому что информация оттуда уходит в огромном количестве. Так, поэтому, на что обратить внимание особенное? Особенно, в первую очередь, это повышение цифровой грамотности. Среди пользователей, среди населения эту работу мы на регулярной работе проводим, и мы понимаем ее очень, ее кратно недостаточно. Она сложная, может быть, информация сложная для восприятия, тем более тем, кто не нужен, не лоялен. Поэтому вот вопрос, допустим, геймификации в рамках аварноса или там осведомленности, это очень хорошая, интересная история. И коллеги по рынку, вот я знаю, сейчас будет Новый год, поедут там коллеги всех поздравлять, да, там, огромное количество игр я вижу по информационной безопасности, во, там отличная идея, это очень здорово заходит. Если вы это будете применять в своей повседневной деятельности, имплементировать свою повседневную деятельность, то это дает определенный эффект, не просто поиграть там в монополию, в мафию, а поиграть, а тем более это игры по ИБ, они стали очень близки к этому. Прям вот, это вот хорошая вещь, которую, ну, я считаю, нужно развивать. Дальше. Рискориентированный подход, да, да, и еще раз, да, потому что мы стали огромные, и не только правительство Москвы, и, допустим, коллеги из Минэка, Минздрава перед о мной выступали. Титаническую работу вы проводите, я думаю, вам тоже это предстоит, вы и сами это понимаете. Поэтому все-таки злоумышленник, он, как правило, в большинстве своем охотится лишь бы что-то найти, ну, то есть прям невысокая, нецелевая какая-то атака, поэтому берет все, что по дороге валяется. Если вы видите, что у вас есть какая-то вот прям очень критичная информация или там данная, или система, которая не может там так или иначе сбоить, ее прямо нужно отдельно защищать, невзирая там на всю остальную инфраструктуру, обращать на это определенное внимание, то есть понятный рискориентированный подход. Ну и вот как раз к этому подойдем, это про постоянное взаимодействие с нашими коллегами из регуляторов, взаимодействие с нашими контролирующими органами. Почему? Потому что в одиночестве или в одно лицо здесь невозможно локализовать, порой даже, инцидент, либо его расследовать. Как это мы видим для себя? Можно, вот тут следующий слайд включу. Ведомственный центр правительства Москвы. Ну, собственно говоря, мы не питаем надеждой, не питаем иллюзией и не планируем заниматься мониторингом информационной безопасности. Если кто-то пытается и сейчас рассуждает на тему того, что я построю ведомственный центр, который будет заниматься в том числе мониторингом инфобеза, то возможно это да, но имейте в виду, это будет, во-первых, а вы на себя берете огромное количество ответственности, во-вторых, вы должны обладать колоссальным ресурсом, в том числе по сопровождению данных инцидентов и реагированию на них. А это не просто контроль и координация, то есть если вы еще и СОК, то есть не только ВЦ и СОК, то тогда это уже и полноценная структура, которая обладать должна всеми компетенциями и полномочиями для закрытия данного инцидента, в том числе при взаимодействии с ГУСОК. Поэтому мы рассматриваем ведомственный центр исключительно как орган контроля координации, который в первую очередь будет заниматься инцидент-менеджментом не более чем, да, будут сейчас я об этом скажу, будут, но он не совсем классический, он будет дополнен другими сервисными функциями и он уже ими дополнен, собственно говоря, но без мониторинга информационной безопасности, почему? Потому что центры мониторинга СОКи, да, так называемая юбка СОКов, мы ее планируем размещать под ведомственным центром для того, чтобы не мешать одно с другим, потому что каждый должен заниматься исключительно своим делом в рамках данных ему полномочий и с той ответственностью, которая ему на сегодняшний день дана. То есть, да, ведомственный центр под ним юбка СОКов, под ним уже непосредственно сами объекты наблюдения, органы исполнительной власти, я не знаю, там, продукты, сервисы, службы эксплуатации, это вот, скажем так, самая там нижняя рабочая юбка, в которой, наверное, происходит реагирование и расследование. Так, что касается ведомственного центра, какие функции? Да, вот координация, методическое сопровождение, то есть, безусловно, мы обладаем опытом, мы обладаем знаниями, мы умеем писать документы проекта регламентов, тут Валера Комаров, наверное, ушел, да, вот моя коллега, как бы, все знают этого специалиста по рынку, поэтому вот это один из сотрудников нашего ведомственного центра, поэтому и таких коллег у нас там в блоке достаточно большое количество, и мы готовы и будем делиться с нашими знаниями, именно с теми органами исполнительной власти правительства МАСС, с которыми мы сейчас начинаем этот вопрос и вообще структуру эту организовывать и запускать. Повышение уровня осведомленности, да, это одна из важнейших направлений деятельности, я вот ранее об этом сказал, поэтому не будем, наверное, на этом останавливаться. Анализ защищенности и киберразведка. Это те два инструмента, которые, безусловно, я считаю, должны находиться в каждом ведомственном центре. Для, в целях первое А, Госсопка нам действительно выдает там понятное и для нас, в принципе, ожидаемое количество бюллетеней, да, то есть предупреждая о каких-то возможных атаках, ай-оке и все остальное, но мы считаем, что мы себя знаем чуть шире, чуть лучше, и наша разведка, она все-таки направлена до обогащения той информации, которую мы подключаем, получаем от Национального координационного центра. Анализ защищенности – это независимый инструмент, который нам позволяет адекватно оценивать техническую защиту информации, потому что по отчетам вы можете видеть одно, по бумагам вы можете видеть другое, а по факту ситуация может действительно оказаться третьей, порой это показывает очень, ну это оперативная работа, которая вам даст независимую оценку, именно техническую оценку, это не организационная работа. То есть анализ защищенности – это, нас любят это мешать там с penetration, да, это не совсем пин-тест, это пин-тест это все-таки, кто понимает, это проникновение в короткий понятный период времени, там, в конкретную инфраструктуру, анализ защищенности все-таки пошире, он дает нам более широкую полноту картины на предмет того, что действительно там происходит в системе, либо в какой-то большой инфраструктуре. Взаимодействие с Госсопкой, у нас есть еще отдельное, не знаю, сколько я могу говорить с коллегами из стека про уровни опасности, это тоже отдельно, наверное, поэтому будет посвящена отдельная секция, мы на этом тоже обращаем внимание, это новый, скажем, новый виток развития у нас в стране, не забывайте это для себя, если в рамках исполнения должностных полномочий вы знакомы с данными документами, в том числе указа президента, поэтому когда вы начинаете что-то создавать, вот сейчас на это надо обращать особое внимание, потому что это очень важно, я считаю, что Госсопка, что уровни опасности, они важны не только для субъектов Киев, там есть объекты, или значимые объекты, или просто объекты критической инфраструктуры, это в целом уже, я бы сказал, уже полезное направление, полезная история шире взаимодействия в целях повышения качества выполнения вашей работы, возложена на вас задача, потому что мы больше, мы стали больше, мы более стали между собой, мы стали шире, вот, например, с коллегами, я все-таки возлагаю определенные надежды на голосовку для того, чтобы вот это межведомственное или там межправительственное взаимодействие стало шире, нам было бы проще общаться, а не просто там по телефону кому-то из безопасников позвонил. Ну и предупреждение, реагирование и ликвидация, да, то есть здесь нет речи про мониторинг, совсем нет, это больше про разведку, реагирование, мы здесь не закладываем, скажем так, какое-то последнее вот это звено, когда мы, я смысл в реагировании закладываю, это вопрос таких, службы эксплуатации, когда там закрыли порт, пропатчили что-то, инцидент тем самым там локализовался, а больше про реагирование, когда идет кросс-атаки между органами исполнительной власти, когда необходимо локализовать подсеть, там сегмент сети, для того, чтобы инцидент не развивался, вот в данном случае вот это, то есть функция опять же координации, когда мы видим атаку, мы ее локализуем в каком-то понятном сегменте, чтобы не допустить ее распространения там на все ресурсы правительства Москвы. По численности, да, вот тут был вопрос, мы большие, да, правительство Москвы, там, могу цифры, да, какие-нибудь сказать, отлично, да. Мы большие, у нас 54 там органы исполнительной власти по каким-то, допустим, по инцидентам, у меня вот коллеги давали, там вся сетевка, 17,5 миллионов атак, ужас какая цифра, но это автоматически, чтобы вы понимали, это не каждый день кто-то сидит, это вполне себе, работа уже достаточно автоматизирована, здесь очень много сетевых атак, на самом деле, наверное, даже большее количество численностей, численностей, там, армов мы в полмиллиона, и систем, несколько сотен информационных систем, ГИСов, там, порядка, наверное, 150. И на эту всю численность, вполне сейчас у существующей команды для ведомственного центра, она составляет у нас до 20 человек вполне себе достаточно, при нормально построенном процессе. Не сказать, что мы решаем и будем решать все полностью за все правительство Москвы, вот на данном этапе развития нам этого достаточно. Это при наличии того, что соки или центры мониторинга, они вот на следующей юбке появляются, и те коллеги, которые находятся вот именно в центрах мониторинга, они свою работу будут выполнять в полном объеме. Тогда этого вполне себе достаточно, и с этим можно работать, ну, хотя бы с перспективой, там, 3-4 года, это вот 100%. А по поводу, наверное, соков, у меня вот предыдущая пич-сессия была, очень часто, да, вот сейчас коллегам из Минэка, да, задали вопрос, что экономнее, там, что эффективнее использовать гибридные соки, сервисы, что-то свое, инхаус. Мы попытались разложить эльгартнеровскую модель на уровне наши, на нашу сложную модель, потому что мы достаточно разные, разные органы исполнительной власти со своей инфраструктурой, и исходя из вот данной модели, можно попытаться приложить, скажем так, тут даже не экономика, а некая целесообразность, некий, скажем так, даже, может быть, здравый смысл. Ну, грубо говоря, если у тебя нет выделенного безопасника в органе, ну, исполнительной власти, что редко такое бывает, да, ну, или какое-то большое учреждение, либо это функции сопряжены с кем-то еще, ну, и при всем при этом, на борту у тебя небольшое количество информационных систем, ну, условно говоря, там, до пяти информационных систем, домен, возможно, скорее всего, даже не свой, но какая-то есть из ХДшка, то, наверное, все-таки рассмотреть вопрос использования сервисного сока на данном этапе вполне себе правильно, я так считаю, потому что мы в любом случае тогда, в данном случае, в этом случае мы освобождаем себя от необходимости найма персонала, который действительно очень дорогой по рынку, особенно по рынку информационной безопасности, мы себя освобождаем от их постоянной загрузки, потому что это тоже немаловажный факт, кто с этим столкнется, поймет, что сейчас вот молодые ребята, которые работают на НИВИ информационной безопасности до 30 лет, им уже вопрос важен не столько в деньгах, сколько в интересных задачах, то есть их тоже нужно удерживать, это тоже вопрос вовлеченности, это постоянная работа, вам придется с ними работать, поэтому обучение, стоимость этих людей, использование инструментов мониторинга, это те расходы, которые все-таки можно положить в сервис и спрашивать уже за результаты, вам проще будет контролировать, потому что все-таки это не такой объемный поток информации, ну уж с коллегами-то, я думаю, с рынка всегда можно договориться о каких-то понятных историях, что вы ожидаете в результате использования данного сервиса, вот, ну а если же вы действительно, там, большая структура, у вас там субъект Российской Федерации, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором есть достаточно большое количество информационных систем, там, больше 20, у вас есть там свой развернутый, достаточно развитый домен, у вас есть своя служба эксплуатации, возможно, в своей службе эксплуатации это вы накрываете какие-то другие учреждения, у вас есть большое количество подрядчиков, а это тоже отдельная история, с которыми нужно правильно выстраивать процесс, который вас сопровождает в ИТ-среде, поэтому, безусловно, конечно, стоит задуматься о построении своего центра кибербезопасности в полный рост, но здесь до быстрых результатов не стоит питать иллюзии, то есть дойти, построить какой-то адекватный сок и поднять, там, ну, условно говоря, с десятка, два, три сценариев этого потребуется работа, ну, не менее, там, наверное, от полутора до трех лет, правда, ну, в зависимости, конечно, от успешности проекта, но меньше кейсов, не видел я никогда еще кейсов, когда сок и хау строили меньше, чем за год, но это сделать просто невозможно, кто это говорит, я не знаю, можно рулукавит, потому что это огромный длинный процесс, особенно сценарий, сценарий как реагирования, так и маршруты уведомлений, как они будут у вас там дальше идти. В общем, сложная работа, и нужно тюнить, и этот процесс достаточно длительный, сложный, поэтому, если стоит срочная задача, надо сделать сейчас и быстро, на какой-то маленькой структуре, то тогда можно действительно использовать сервис, но если вы куда-то бежите в длинную историю, можно это даже каким-то параллельно последовательным способом сопровождать, и, в принципе, закон нам это дело допускает, вполне всевозможно, главное, чтобы вы решали свою основную задачу. по повышению уровня защиты информации. Не знаю, насколько мой доклад вам был интересен, я вот больше как-то из практических историй постарался рассказывать. Наверное, спасибо, попал я в тему, не попал, но вот, наверное, как-то так. Да, замечательный доклад, коллеги, пишите вопросы, пользуйтесь случаем, Артем очень открытый человек, он говорит цифры, это большая редкость, пользуйтесь. А я пока тоже поспрашиваю. Артем, скажите, пожалуйста, ну вот ведомственный центр ГУСОПК у вас, это вот именно движение туда, как нас коллеги сегодня утром призывали быть частью, или есть какая-то все-таки комплайн-составляющая, то есть, например, у вас включены в зону ответственности информационный ресурс-объект в Киеве. Немножко вопрос, не понял. Ну, у вас, нет, но центр, он же может быть просто потому что... Потому что надо? Потому что в ГУСОПКе, как коллеги призывают, для обмена, для эффективности, а может быть потому, что просто пришлось, потому что есть объекты критической информационной инфраструктуры, которые включены в зону ответственности, там, из-под ответов ваших. А, нет, все, я понял вопрос, да, вопрос, да, я понял. Ну, нет, на самом деле, как раз правительство Москвы-то никогда не особо не отличалось за такой быстрыми... Мы более пытаемся как-то подойти к этому с точки зрения эффективности этого процесса, поэтому, я думаю, мы одни из немногих, которые вот, наверное, только в этом году мы в январе подписали соглашение о взаимодействии с ГУСОПКой. Вот коллеги сегодня услышал дату 14-й год, отрадно, прямо на самом деле, это очень здорово, это здорово, стоит этому аплодировать. Мы были, наверное, одни из последних. Почему? Нет, это не по Киеве, потому что закон допускает субъектом Киеве взаимодействие с ГУСОПКой напрямую, это не секрет, мы велосипед из этого не делаем. Для чего нам это необходимо? Для того, чтобы все-таки те инциденты, которые происходят в отношении структур правительства Москвы, заканчивались конкретными закрытыми кейсами в инцидентах информационной безопасности. Что я понимаю под этим? Мы в этом году отстроили взаимодействие на разных больших социальных проектах, я вам сейчас не буду говорить где, но не про это вопрос, с учетом того, чтобы ГУСОПКа для нас стала местом взаимодействия в том числе с территориальными структурами УФСБ и с МВД и другими контролирующими надзорными органами для того, чтобы мы вот эту последнюю имели с точки зрения локализации и закрытия инцидента, проходили сообща. Вот это очень сложный процесс, когда из инцидента превращается в какое-то уголовное дело, и мы все-таки намерены все больше и более эффективнее отстраивать этот процесс. Вот ровно для чего нам взаимодействие с ГУСОПКой необходимо, в том числе и с коллегами из ФСТЭКа, потому что сообщать здесь делать невозможно, иначе будет у них что-то свое чуть-чуть, у нас что-то свое чуть-чуть, тут подзакрылись, не сказали, не сообщили, а мы этого уже действительно не хотим, и все-таки хотим, чтобы нас не только мы сами защищали, но и государство в том числе, на кого это возложено в рамках своих полномочий. Да, можно еще такой вопрос, вот сегодня был замечательный доклад Александра Зубасова, ЗДРАФ объявляет о своей концепции мощной строительства своего центра компетенции. А расскажите, пожалуйста, ну может не официальное мнение, а у вас как эксперта конкретно, который давно уже на рынке, и мы все вас знаем. Вот для вас было бы, ну вот медицинский информационный с темы города, вот пусть ЗДРАФ забирает и сам за них отвечает, или все-таки иметь возможность для того, чтобы участвовать и контролировать в вопрос выявления инцидентов в этих системах, и иметь полную картину, или вообще это вы считаете, что должно быть под городом, что свои системы городские, медицинские города должен контролировать сам? Как вот ваше мнение здесь вот такое? Очень на самом деле тонкий вопрос, я вот где-то в середине своего доклада говорил, что на себя очень много можно попытаться взять, и в данном случае, наверное, в первую очередь нужно ответить для себя на вопрос, можешь ли ты это сделать? Это сейчас не ответ на вопрос, это вот даже к тому, как мы на это смотрим, не только на ЗДРАФ, не только там на... Этот принцип заложен в достаточности, адекватности и целесообразности, почему мы на уровень ведомственного центра не затаскиваем вопросы мониторинга? Это очень сложно, кто занимался строительством процесса мониторинга, тот четко должен понимать, что это огромный адов труд за кого-то построить процесс мониторинга, когда ты не находишься внутри. То есть сказать, что я отвечаю вот за это все, ну что значит отвечаю? Когда ты за что-то отвечаешь, ты должен давать какую-то помощь, ты должен реагировать, ты должен этих людей обезопасить, и они четко должны понимать, что они придут к тебе и получат ту помощь, на которую они должны рассчитывать. Не только в виде там докладов, тикетов, но еще чего-то. Поэтому вот здесь, не знаю, как бы я ответил на этот вопрос, может быть даже он не в моей зоне ответственности, но я бы вот все-таки придерживался принципа достаточности и необходимости. Потому что это очень важный вопрос, тем более в рамках Кии, потому что 274-ю, там часть первая, работает в обе стороны, не будем забывать. Она работает как в отношении того, кто атаковал, так и в отношении того, кто не защитил. Поэтому, если кто-то готов за нас какую-то ответственность взять, мы бы, наверное... Классно, спасибо. Ну и так, вопросы появляются. Какие ключевые процессы необходимо выстроить для взаимодействия с коммерческим СОК? Ключевые процессы взаимодействия с коммерческим... А, СОК, то есть мы сейчас не провоцировали немножко. Антон, не от твоей истории. Возвращаемся к СОКам. Я так понял, люди поняли, что вы взаимодействуете тоже с коммерческими СОКами. Да, у нас есть коммерческий СОК, мы не скрываем. У нас и свои СОКи есть, и гибридные СОКи есть, и сервис, который мы покупаем с рынка. Какие основные процессы? Ну, не знаю, там все процессы важны. То, что вы себе поставили во главу угла. Для чего вам этот нужен процесс? В первую очередь, это процесс мониторинга. Первое, что, наверное, самое важное, вам четко определится понимание того, в отношении чего вы смотрите, в отношении какой инфраструктуры, в отношении каких информационных систем. Потому что отсюда у вас следующий этап, это построение всей модели перечня источников данных, с которых вы будете снимать информацию. И возможности снятия информации. Потому что очень часто бывает, когда вы на входе на этапе проекта, думаете, да блин, ну господи, какие проблемы-то, вот у меня межсетевый экран, я сейчас там сниму все, и будет замечательно. А потом, когда выясняется, что там структура лога неправильная, что там лог огромный, или невозможно его снять, или требуются дополнительные там какие-то коллекторы, документы и другие инструменты, бывает там на каком-то этапе, ну, начинает процесс немножко сбоить и строиться не так быстро. Поэтому чем более четко и понятно вы знаете о себе, чем более четко и понятно вы знаете о своей инфраструктуре, тем быстрее у вас взлетит, наверное, история с коммерческим соком. Потому что каждый раз вы будете историю, а вы такие, а вы сякие, вот мы сейчас на 5-сессии об этом и говорили. То есть когда заказчик сидит, говорит, а я хочу, чтобы у меня вот это было, дайте мне золотую таблетку, а сам о себе не знает ничего, да так не бывает и не будет так. Не вылечит никто его, даже коммерческий сок. Поэтому знание о себе это в первую очередь, а дальше процессы по классике источники, сценарии, маршруты уведомления, порядок реагирования. Погнали, работаем, отслеживаем данный сервис, а если еще на финише вы сделаете там прекрасный какой-нибудь дашборд, который вам будет в динамике показывать вашему руководителю, вашему бизнес-руководителю о том, что происходит сиюминутно в зоне ответственности данного сервиса, то это прям год космос. Но до этого мне все еще дошли, я в том числе. Очень бы хотелось. Так, это у нас был от Игоря вопрос, а вот еще от Андрея провокационный вопрос. Были ли в ДИТ инциденты по шифрованию информации, сколько было средств скомпрометировано в скобках ПК, ГИС? Это вот такой провокационный вопрос. Ну, было бы странно сказать, что инциденты не происходят. Если бы инциденты не происходили, вряд ли бы я на этой сцене стоял там и рассказывал вам в каком-то опыте. Да, инциденты происходят. Детали информации я не скажу вполне себе понятным причинам. Не вижу смысла это обсуждать. Да, истории бывают, бывают истории разные. Мы на это, соответственно, реагируем должным образом. Рассказывать, как мы это реагируем, какими силами и средствами, тоже не буду. Общие слова, конечно, вот то, что сейчас рассказал, расскажу. Но это наше, как у нас любят говорить коммерции, это наше авторское право. Мы заставляем за собой это право. Да, эти инциденты происходят. Но, тем не менее, опять же, давайте не будем забывать сервисы московские, как работали, работают и работать будут. Так, ну я тогда сейчас пока больше вопросов нет. Ну и здорово коснулись вопросов повышения осведомленности. Мне вот прям интересно. А можете какой-то вот пример сказать, когда вы действительно какую-то команду взяли, посадили за настолки, там, за монополию по информационной безопасности, и как люди после этого, ну, они изменились, не изменились, у них что-то для них. Обидно. Вот Валера Комаров, он вышел, мы же Dream Team, да, команда общего, он шел с моего доклада. Я бы ему предоставил слово. Да, нет, такие кейсы есть, конкретных прям брали производителей, эти производители нам давали, мы проводили это и в тестовом режиме, теперь мы это стараемся проводить где-то на постоянной основе. Немножко нас, история с пандемией остановила, такой, знаете, вот этот пыл, он немножко подугас, потому что это все-таки требует в большинстве своем такое оффлайн-мероприятие, когда люди между собой общаются, потому что в онлайне это несколько, вот мы пробовали, но это немножко не то, мы все-таки русские люди, и вот мы привыкли сложные темы обсуждать вот между собой лично, они тогда гораздо интереснее, вот эта генификация, она имеет под собой социальную подоплёпу, социальное общение. Например, были, мы их проводили как и в департаменте информационных технологий, так и в соседних органах исполнительной власти, но имеем, опять же, там, достаточно богатый опыт с рынка, как это происходит у коллег. Не всегда подмывает, подначивает, да, сказать какого-то конкретного производителя, но, извините, не могу, все-таки ограничить. Нет, тебя больше интересует, а как люди, которых, ну, то есть вы, понятно, там сотрудники. Да людям это интересно, нет, не поверить, это правда же интересно, потому что это же новая игра, люди всегда стремятся к чему-то новому, очень всегда зависит от человека, который это проводит. Если там бубнить стоять, это неинтересно, и там у вас ведущий будет такой сам себе, то, конечно, это будет неинтересно, а это всегда, если подобрано правильно помещение, там, ну, хорошая локация, если это сопровождается хорошим настроением, тем более под какой-нибудь, может быть, ивент сопровожденный, там, в рамках какого-нибудь, там, тимбилдинга, то есть встраиваться в текущий развитие бизнеса, не прямо вот выделять, ребята, так, завтра, в четверг, обязаны с утра быть, нет, более экологично и правильно, люди прекрасно это воспринимают, им это нравится, они понимают какие-то простые вещи, да, они понимают простые вещи в сложной теме, и этого порой, поверьте, уже достаточно. Какие-то вот прям, то, что вот уже на кончиках пальцев вертится, они просто вот в этом поварятся, и дальше гораздо проще и с нами даже проще, и нам с ними проще разговаривать, как уже с пользователями. Понятно, ну, вот тоже, да, в тему вы про социалку говорили, что это большая проблема, но наверняка проводите регулярно это учение по повышению встановленности, и вопрос такой, как, ну, понятно, что практически все простые сотрудники попадаются на эту социалку, и дальше вот какими там беседы или наказания, ну, понятно, что в России понятие кукнутая пряника очень условно, у нас и пряником забить до смерти могут, вот, у вас подход какой вот, когда, ну, вот вы провели там учение по социальной инженерии, поняли, что все пошли потыкали эти письма, что вы потом делаете? Нет, на самом деле мы вот социальное учение и социальная инженерия, вот здесь, наверное, очень тонкий момент, не надо питать иллюзий, мы проводим, но очень такие вещи стараемся реже проводить, они должны быть максимально подготовлены, почему? Потому что самый главный риск, потому что самый главный риск заключается в том, чтобы тот, кто попадется, а поверьте, попадаются все. Ну, вот, очень сложно найти даже вот в зале, я серьезно скажу, вот, если в отношении, там, кого-то из вас в целевом виде, там, запустить социалку, он 100% проколется. И вот очень важно, чтобы тот, кто в коллектив был подготовлен к тому, что это идет эта работа, и тот, кто на этом попадется, потом его не захейтили, не затроллили, не стали в чем-то обвинять. То есть у нас людей каких-то ущербных нет, мы все одинаковые. И вот здесь очень важно подготовить коллектив к тому, что такие учения произойдут. Людей нужно предупредить, людям нужно провести обучение. А так просто вот пройти и сказать так, даже не предупреждая провести социалочку, кто-нибудь попадется на фишинговое письмо, там, на рассылку, а если это еще будет использовано с помощью, там, каких-то мошеннических схем, звонков, то, ну, к этому нужно, да, людей нужно обязательно предупреждать. Человека сначала нужно вооружить, как я считаю, то есть дать ему знание и предупредить о том, что произойдет, как вот с DLP-системой, тоже отдельная. То есть нужно предупреждать. Это должна быть игра честная, а потом уже ее готовить, подготовить, проводить эти учения. Поэтому нечасто проводим, в силу того, что мы все-таки в своих людей сейчас хотим максимально, там, за период, вот, скажем, там, нескольких лет обучить и дать им знания практически. Спасибо. Коллеги, ну, вопросов больше нету. Давайте поблагодарим Артема за замечательное выступление. Давайте начинать. Вторую часть нашего марлезонского балета «Сок» в государственных системах, в системах государственного управления. Вчера у нас был первый день, мы обсуждали и разговаривали с представителями федерального уровня и, ну, крупного отдельного субъекта, который мы тоже причислим по бюджетным возможностям к федералам. Вот. Сегодня у нас будут выступать представители с разных концов нашей необъятной страны. Мы начнем по порядку, примерно двигаясь, наверное, с востока на запад. То есть какой-то тут нету. Все коллеги прошли свой отдельный путь. У каждого есть какие-то свои региональные особенности. Это и отличает, скажем так, особенности построения центров мониторингов, ведомственных и корпоративных центров ГУСОК в регионах. Это достаточно в каждом случае, наверное, специфические пути. И этим это интересно, что можно поделиться. И поскольку все равно, хоть мы уже даже с момента принятия документов по ГУСОКке двигаемся несколько лет, тем не менее, еще очень многие организации находятся на достаточно раннем пути развития. Это интересно послушать о том, как люди у нас продвигались. Поэтому давайте начнем мы с Красноярского края. И я передаю слово коллегам Александру Рукасуеву и Сергею Бычкову. Александр – руководитель сектора информационной безопасности в Министерстве цифрового развития Красноярского края. А Сергей – заместитель руководителя именно под ведомство организации, которые за реализацию отвечают. Центр информационных технологий Красноярского края. Они вдвоем как раз полностью реализуют все функции информационной безопасности в регионе. Прошу, коллеги. Добрый день. На самом деле у нас очень интересная история построения самого СОК-центра. Она началась где-то в 2017 году, когда у нас начали строиться активно защищенные сети. Сам регион у нас достаточно большой и защищенные сети. Ну, в настоящее время они попутали практически весь край. Есть в каждом муниципалитете, в каждом уже сельсовете. И это послужило хорошей базой для того, чтобы начать это дело как-то централизовывать. Самое интересное у нас началось в 2019 году. В 2019 году у нас прошла универсиада, в рамках которой был построен СОК конкретно под нужды универсиады в городе Красноярске. То есть это нам позволило попробовать, посмотреть, ознакомиться с регламентами, принципами формирования, как это вообще делается. Наши специалисты получили опыт, как это выглядит, как это должно быть и какие возможности это несет. В дальнейшем у нас в апреле это дело благополучно закончилось, но сама идея осталась. И как хорошим поводом ее воскресить в нужном нам виде послужил 187 закон о критической инфраструктуре. То есть понимание, как это строится, как это защищается, это хорошо. И уже с этим пониманием мы начали думать, как нам это реализовать в другой плоскости при условии масштабирования на край. Важным минусом послужило то, что в 2019 году на универсиаде СОК это была исключительно подрядная тема, там работали разные компании. Главным минусом было то, что они предоставляли нам крайне мало информации. То есть произошел какой-то инцидент, отработали, закрыли. Нам же нужно было что-то больше, чтобы у нас были возможности совершенствования нашей инфраструктуры и отработки его. То есть основными у нас требованиями была именно совместимость, масштабируемость, но и немаловажно это стоимость. К сожалению, в бюджете мы всегда очень сильно ограничены. Поэтому мы начали с простого мониторинга, оценили сколько у нас объектов КИИ, что нам для этого нужно. И остановились на варианте формирования собственного структурного подразделения с участием определенной доли аутсорсинга. Как раз важным определяющим фактом стало то, что нам нужна была информация для совершенствования своих систем защиты и возможности их дальнейшего развития. Тут очень наглядно показано сравнение, сколько у нас было людей в 2019 году и сколько в итоге у нас стало в 2021 году. По некоторым направлениям у нас формально не было людей. В итоге у нас штат дорос до 20 с плюсом человек. При этом, что очень хорошо, у нас очень низкая текучка среди безопасников. То есть мы сразу, когда планировали увеличение штата, добивались значительного увеличения, ну хотя бы до средней рыночной стоимости специалистов, чтобы можно было в дальнейшем, обучив их, ну надеяться, что они все-таки останутся у нас. Вот важный момент именно с самим соком. Для нас сок это не какая-то самоцель. Для нас это просто основная структурная единица, которая будет консолидировать все наши усилия. То есть мы хотим изменить сам подход к окончанию услуги. Мы рассматриваем информационную безопасность именно как услугу, предоставляемую на безвозмездной основе государственным учреждениям края. И мы планируем развивать именно в этой сфере. То есть мы регулярно проводим стажировки специалистов из других органов, какие-то обучения. Стараемся организовать конференции, то есть подтягивать, объяснять, в том числе и из учреждений, что есть, как есть и к чему можно стремиться. Ну, собственно, на этом все. Собственно, у нас с Александром Олеговичем материал немного пересекается, потому что говорим все-таки об одном объекте, об одном направлении, но немного с разных ракурсов. Если Александр Олегович у нас формирует тренд, то моя задача этот тренд реализовывать уже, собственно, в полевых условиях и заниматься доточкой решений, до того уровня, который нам необходим. Собственно, при формировании нашего ведомственного центра, тут сразу коллеги поясню, ведомственный центр и сок-центр в нашей терминологии практически одно и то же, потому что изначальная задача и обоснование было как ведомственный центр под объекты КИИ, но на определенном этапе поняли, что этот ресурс можно использовать гораздо шире, чем просто под задачей мониторинга объектов КИИ, выполнение требований 187 ФЗ. Собственно, столкнулись и начинали все с текущего состояния, которое у нас было, и особенности нашего региона. То есть первая особенность Красноярского края – это его географическая протяженность. И вот северные группы территорий у нас, в частности, обеспечиваются исключительно в большей части спутниковой связи, которая накладывает определенные ограничения. Поэтому при формировании технических решений это нам приходилось учитывать. Разнообразность и разношерстность созданных ИБИ-инфраструктур в органах государственной власти. То есть все до последнего времени формировали свои структуры так, как им это видно, так, как они хотят это делать, без единого подхода и, собственно, по наитию. И вот единства, собственно, не было. То есть применяемые решения были такими, какими они были, и, собственно, тяжело между собой соединялись в единый механизм. Собственно, в таких условиях стало очевидным, прежде всего, министерству, что необходимо создание единого центра компетенций и работ на базе подведомственного учреждения КГКУЦИД. Так была сформирована наша служба информационной безопасности. И, собственно, первая цель и задача, которая ставилась перед нами, чтобы сформированное решение не было номинальным, как зачастую скатываются все эти решения. Воминальное исполнение. То есть от нас требовалось хорошее проработанное решение, которое будет работать и, собственно, выдавать услугу по мониторингу. Собственно, после формирования генеральной задачи начались уже работы по реализации ключевых подпроектов. Это, прежде всего, формирование соццентра на базе ЦИД. В плане технических решений мы особое внимание уделяли решениям, которые, во-первых, удовлетворят текущим потребностям, но при этом будут масштабируемы. Потому что была осознанность в части того, что ведомственный центр перерастет в СОК и помимо объектов КИИ пойдет дальше органы власти и муниципальное образование. Было принято решение о применении схем аутсорсинга. То есть, к сожалению, собственными силами нам не удалось реализовать третью линию. Там есть много факторов, начиная от финансовых и заканчивая кадровыми. По факту это две части одной проблемы, что мы не можем оплатить высококлассных специалистов, поэтому третью линию увели на аутсорсинг. При этом этот подход получил развитие и типовые задачи, которые мы в плане обслуживания средств защиты информации тоже начали передавать на аутсорсинг. Ребята разгрузили и направили на более глубокие задачи по формированию структур и работы по развитию информационной безопасности. И, собственно, третий пункт. Работаем по формированию единой политики организационных решений. Здесь ЦИД выступает в роли экспертного органа, собственно, и принятые решения в ЦИКе постепенно начинают транслироваться как в органы государственной власти, так и в муниципальное образование. Следует отметить, что при формировании технических решений важно было, чтобы у нас была масштабируемость. И на самом старте, собственно, мы сформировали решения с коллегами, прорабатывали вопрос с разными производителями, сформировали решение, которое было готово к последующему масштабированию, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Постоянно проводим работу по расширению технической вооруженности средствами защиты информации. И здесь нужно указать отдельный принцип, которому мы придерживаемся. При приобретении новых средств защиты информации мы обязательно проверяем, чтобы у нас не было глубокого пересечения по основному функционалу средств защиты информации. То есть здесь мы пытаемся выжать максимум из тех средств, которые есть, и, собственно, получить оптимальный результат по защите с единиц вложенных средств. Все результаты, которые мы получили, фиксируются, фильтруются и уже формируются в форме стандартных типовых решений, которые пригодны для внедрения как в органах власти, так и в муниципальных образованиях. И, собственно, в этой части мы стремимся к приведению всей инфраструктуры к типовым решениям. Потому что, во-первых, их удобно внедрять, понятно, как они будут себя вести, и понятно потом, как этой инфраструктурой управлять. Собственно, следующий очевидный шаг, который мы совершили, это формирование типовых решений. Были разработаны решения для типовой точки, то есть проведен первичный анализ. К сожалению, так как мы этим занимаемся всего второй год, глубокий анализ у нас сейчас на стадии проработки, когда мы формируем уже перечни типовых точек и для них делаем типовые решения. То есть у нас нет возможности в текущих условиях пользоваться временным ресурсом, и приходится все делать, скажем так, решение принимать с ног. также ведется работа по переводу информационных систем государственных органов в единый ЦОД. Собственно, мера направлена на повышение эффективности использования средств защиты информации, как я говорил, эффекта от, получаемого эффекта от единицы вложенных средств. И тиражированного опыта. То есть все решения предлагаются нашим заказчикам, подзаказчиками я понимаю органы исполнительной власти, и ЦИТ в данном случае выступает интегратором, работающим на безвозмездной основе для нужд края. И, собственно, в этом смысле мы уже внедрили технологии подключения к мониторингу информационной безопасности. То есть любая информационная система, которая заходит к нам в ЦОД, автоматически обеспечивается мониторингом, подключается на мониторинг и автоматически обеспечивается минимальным необходимым комплексом средств защиты информации, который позволяет эффективно обеспечивать ее работу. Таким образом, мы пришли к решению одной из сложных задач, которая у нас была, это планирование бюджета на защиту информации. То есть когда возникает понимание, что у нас есть типовой объект, когда мы прорабатываем с коллегами вопросы о том, как они будут с нами взаимодействовать, как будут заходить, мы понимаем, что любое масштабируемое решение, в принципе, у нас просчитанное и возможен более-менее приемлемый прогноз, который, собственно, эффективно внедряется и бюджетная политика у нас в этом смысле работает. Собственно, подводя итоги всей этой работы, надо отметить следующие результаты, которых нам удалось достичь. Собственно, ЦИД сформировался как государственный интегратор, который оказывает свою услугу краевым же заказчикам на безвозмездной основе, и услуга эта конкурентна по качеству с коллегами, которые работают на рынке, представители бизнеса. Формируем правильное восприятие и бы услуги в регионе именно от лица государственного органа, и формируем осознанность процесса обеспечения безопасности в государственных органах. При этом у нас есть задачи, которые перед нами стоят, в принципе, над которыми мы работаем. Это внедрение процессов информационной безопасности на всех стадиях развития и разработки информационных систем. То есть сейчас мы совместно с Министерством цифрового развития обязательно согласовываем технические задания на создание информационных систем и их доработку. Но есть видение, что процессы информационной безопасности необходимо внедрять гораздо глубже. То есть хотелось бы заняться проверкой информационных систем на недекларируемые возможности, прежде всего техническими средствами, потому что аналитиков, к сожалению, не так много в России, в Красноярском крае их вообще нет. И, собственно, проводить сканирование уязвимостей именно на стадии приемки. Не когда система уже введена в эксплуатацию, а до того, как ее подрядчик сдал. То есть пункт по приемке в части выполнения требований информационной безопасности должен быть обязателен и не носить формальный характер. И, собственно, оптимизация существующих решений. Несмотря на то, что мы, в принципе, ведем большую работу по правильности применения средств защиты информации, по тиражированию и формированию типовых объектов, есть понимание и существует проблема, что средства защиты могут работать еще эффективнее. То есть здесь нужно прорабатывать решения. Команда, в принципе, в этом направлении двигается. Ну и, собственно, работу по этому направлению проводим. Ну, у меня, пожалуй, все, коллеги. Если есть вопросы, задавайте их. Да, коллеги, спасибо большое за хорошее выступление. Давайте поблагодарим. У нас осталось время на дискуссию и вопросы. Замечательно. Тем более, что вопросы поступили. Не забывайте писать вопросы. Они приходят в чат-боте. Я их все продекларирую. Значит, первый вопрос. Павел спрашивает Александр Рукасуев. Я думаю, это к обоим коллегам. Вопросы. Какие организации находятся в зоне ответственности вашего центра мониторинга? Все ГБУ, МФЦ, правительства, центры занятости, организации здравоохранения. Будут ли изменения в зоне ответственности в части организации здравоохранения в связи со строительством отраслевого центра здравоохранения? Большой вопрос. Давайте на две части разделим. То есть какие организации находятся в зоне ответственности? В первую очередь мы это строили для правительства и для СОДа, где размещены основные наши информационные системы. Дело в том, что у нас не все размещено в СОДе, но мы выстраиваем свою защиту именно вокруг него. Поэтому основной вектор у нас сделан на органы власти и правительственные структуры. Но в то же время мы в 2022 году как раз планируем активно поработать с медициной, подключать вплоть до районных больниц к центру мониторинга и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, мы работаем с любыми государственными учреждениями Красноярского края. Ну, то есть они включены в зону ответственности, я понял. Так, и по здравоохранению, вот какие будут изменения, будут, я так понял, еще в рамках вчерашнего выступления Александра Дубасова из СНИОЗа, в связи со строительством отраслевого центра здравоохранения, может вы там уже с коллегами что-то обсуждали? Ну, Александр вчера рассказывал как раз о том, что их устраивает ситуация, когда они с регионального центра госсобки берут информацию. В принципе, если потребуется, мы всегда это предоставим коллегам. Ну, вот я тогда немножко что дополню. Вы вообще считаете, что в принципе информационные ресурсы региона всех Киев должны быть в первую очередь подконтрольны на региональном уровне? Вы знаете, вопрос такой с подковыркой слегка. Дело в том, что мы на региональном уровне наши региональные ресурсы знаем. И было бы логично, что мы, поскольку являемся основными, ну, по сути у нас Минцифра является основным разработчиком государственных систем в крае. Мы эти ресурсы знаем, мы знаем, как это работает, мы это защищаем. Если же федеральным органам нужна какая-то информация о том, как работают эти ресурсы, естественно, мы ее предоставим на тех условиях, которые они нам скажут. Но, учитывая, что мы знаем, где это размещено, на чем это размещено и как это работает, у нас это явно получится эффективнее. Замечательно. Сергей, комментарий к этому вопросу у вас будет? Смотрите, коллеги, то есть о чем я и говорил изначально, мы начали формировать наш центр в тех условиях, в которых живет Красноярский край. И, собственно, региональный центр, он расположен в Москве и на самом деле далековато от Красноярска географически. При этом коллеги, если и имеют такие планы, то они тяжело реализуемы, потому что надо работать на местах. То есть нужно выходить в поле, если инцидент какой-то происходит, а они периодически происходят, то мы-то вот в Красноярске реагируем фактически в режиме реального времени. Пока федеральный центр, все-таки мы не забываем, что у нас страна в восьми часовых поясах расположена. Пока федеральный центр увидит, что у нас что-то произошло и на следующий день нам об этом сообщит, уйдет ценное время, которое всегда идет на минуты. Ну вот сегодня реальность такая, что мы работаем в минутах, то есть нам нужно реагировать быстро. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения технического специалиста, что вся схема выстраиваться должна по принципу, есть региональные центры и федерация от них получает ровно тот объем информации, который ей требуется. И решения, которые мы принимаем у себя, мы их принимаем самостоятельно и, собственно, за них несем ответственность. Тут по-другому просто работать не получится сделать. Спасибо. Очень интересно у нас, получается, стыкуются первый и второй день нашей дискуссии. Еще, Сергей, вам вопрос задает Илья. Где и каким образом производилась подготовка специалистов СОКО? Смотрите, про подготовку специалистов. Вообще этот процесс у нас идет непрерывно. У нас из 18 профильных инженеров, у всех профильное образование, ребят постоянно отправляем на повышение квалификации. То есть мы понимаем, что у нас есть запрос либо по каким-то конкретным средствам защиты, которые у нас применены, мы их обучаем. Если нужны более глубокие знания, тоже стремимся обучить. В этом году из 18 человек у нас прошли обучение по программам более 72 часов с отрывом от работы. 6 человек было обучено. То есть мы, в принципе, постоянно ведем эту работу. И моя позиция здесь, как лица ответственного за структурное подразделение и за направление, в целом заключается в том, что нельзя прекратить процесс обучения. Враг, он, ну, наш противник, злоумышленник, он постоянно совершенствуется. Если мы будем просто идти по простому своему пути развития и развиваться так, как раньше развивались, мы от него будем отставать. Поэтому мы здесь стараемся бежать чуть-чуть вперед хотя бы, чтобы быть с ним вровень. Ну, хочется немножко добавить. Нам очень повезло с ребятами. Ребята очень понимают, что им надо учиться, что им надо постоянно повышать квалификацию. И часто сами инициативно выступают по каким-то направлениям. И, наверное, в этом и есть большая часть того, успеха, которого мы достигли. Да, вот Павел спрашивает, Сергей, я так полагаю, потому что цит Красноярского края, зачем вам проверки на НДВ, самим тем более. Я, наверное, попробую его тоже немножко дополнить. Может быть, это как раз то, что вы имели в виду. Может, речь шла о том, чтобы требовать от производителей, поставщиков наличие каких-то подтвержданий у них внедренных циклов безопасной разработки или каких-то проверок по ВСТЭКу, которые… Смотрите, тут я, конечно, сильно загнул. Я подразумевал именно проверка системы, ее программного кода инструментальными методами, то есть средствами защиты, которые есть. То есть не более. Интересно это в том плане, что на практике мы сталкиваемся с определенными сложностями в работе информационных систем, которые выскакивают в форме ошибок, которые можно было бы на этапе приемки уже зафиксировать и требовать от исполнителя устранения даже не по гарантии, а по приемке. То есть потому что вот эти вот все истории с гарантийным исправлением ошибок, они идут довольно долго и болезненно для любого государственного учреждения, которое заказывает разработку информационных систем. Вот. Именно с этой точки зрения, чтобы найти максимум проблем и ошибок на старте, заставить исполнителя их устранить и, собственно, потом работать с этой системой, чтобы она нормально работала, не выключалась в неподходящий момент и, в принципе, приносила нам удовольствие от эксплуатации. А были случаи, когда вы это требовали на стадии закупки от поставщиков систем, чтобы они подтвердили о том, что они такие проверки безопасности провели перед тем, как внедрять вам систему? Дело в том, что у нас многие системы разрабатываются под конкретные задачи. То есть у нас где-то 70% решений – это именно кастомная работа конкретно под нас. Поэтому требовать тут каких-то внедрений в других регионах, ну, у нас несколько другие условия. А требовать для этого проверки встека нам 44-е ФЗ не позволяет, так как это лицензируемая деятельность, это разные уровни. Поэтому тут, скорее, вопрос идет именно о том, чтобы за счет автоматизированных средств поднять общее качество ГИСов при приемке. Так, на чем построена система платформы, спрашивают у вас еще. У нас реклама. Реклама. Ну, на самом деле, ну, может быть, технологии имеется в виду. Мне кажется, там в слайдах это было, но, видимо, спрашивают про вендоров. Ну, закупки у нас все открыты, можете зайти посмотреть. Так, федеральный центр работает 24 на 7, а у вас в центре 5 человек и точно не 24 на 7. Это все Павел на вас нападает. Но, на самом деле, что имеется в виду под федеральным центром, это достаточно размазанное высказывание, потому что ведомственные центры, и мы вчера это слушали на первой секции, тоже работают по-разному. Именно поэтому они привлекают аутсорсеров, которые работают 24 на 7. Вот, я так, я просто, да, знаю, вот, коллега этот вопрос решен с 24 на 7. Так, ну, вот про этот Сергею, то есть проверки исходного кода при приемке как части госсвязи. Ну, на самом деле, Сергей, мне кажется, на этот вопрос и ответил, пока Павел писал свой вопрос. Коллеги, спасибо большое, мы даже успели все обсудить. Спасибо коллегам, что уложились во время и дали возможность задать вопросам. Спасибо вам всем за вопросы. Давайте еще раз поблагодарим наших коллег из Красноярского края, которые сюда к нам прилетели, преодолев большое расстояние, чтобы рассказать о своем опыте. Мы сейчас пригласим Романа Кислоу, первого заместителя директора, оператора электронного правительства Свердловской области. Еще один замечательный регион, тоже немаленький, тоже со своими особенностями. Вот, и я уверен, что здесь тоже есть свои интересные нюансы, которые будут интересны всем. Рад приветствовать всех. Меня зовут Кислоу Роман, как уже представили. Моя организация является подведомственной организацией Министерства сфоро-развития Свердловской области, вновь сформированного в этом году. Я хотел бы наш, точнее, свою презентацию начать так немножко с истории, потому что у нас тоже регион особенный, как и все остальные. Но единственное, что, наверное, сравнивать с Красноярским краем, то, что мы у них приняли пальму первенца по универсиаде. Ну, только летнее будет. Вот. В 2011 году сформировался ЦОД Свердловской области. И он так существовал, существовал где-то года до 2017-го. В нем жил только СЭД. При этом в ЦОД было вложено немало денег. Ну, наверное, стандартная история. И к 2019 году пришло понимание, что каждый орган власти делает свои ЦОДы. Ну, это в их понятии ЦОДы. В нашем понятии, в пацанском, это серверные комнаты с кондиционированием и не больше. Каждый орган власти делает какую-то свою информационную систему, которая решает часть вопросов от органов власти. И даже иногда бывает, что в органах власти по нескольку информационных систем. И мы же чесали репу, что с этим делать, как всех заманить в наш ЦОД. Тем более, что мы так же, как и Красноярский край, работаем по госзаданию. И вышли на руководителя нашего региона с предложением централизации. Ну, это не новое предложение. Мы посмотрели, как делать Тюменская область, Ханты-Мансийск. Думаем, да, у нас сейчас все получится, одно распоряжение правительства еще решено. Ну, не тут-то было. Мало кто захотел централизоваться. Да, несколько органов власти передали свои информационные системы, кто-то с серверной мощности с информационными системами. В общем, все это как-то так, ни о чем было. И выходит 187-й федеральный закон. Минцифра федеральная объявляет конкурс. Суть конкурса была такая. Провести обследование существующей инфраструктуры, сформируя заявку. Мы думаем, была не была, сделали как умели, как могли, привлекли подрядчиков. Оп, и мы выиграли 90 миллионов. То есть нам в 2020 году выделяют порядка, там, 8-6, порядка 90 миллионов на формирование защищенного контура, для которого будут работать информационные системы в основном Минздрава. То есть там под Минздрав был. Мы такие, потерли ручки. Да, мы сейчас это все решим. И думаем, а кого же подрядить-то? Можно федералов, федералы, ну, то есть федеральные компании, типа Ростелекома, ну, у них ценник, естественно, там, больше. Набор продуктов, естественно, больше. Но, говорит, одной целью субсидии было привлечение местных компаний. Местные компании, это, как бы, все хорошо, но опыта мало. То есть, тем более, тестация под КАИ, это первая в нашем регионе была. Но, тем не менее, вот цели, которые мы перед собой поставили, я вывел на экран. Работу мы провели, мы аттестовали ЦОД, причем аттестовали именно ЦОД как инфраструктурную единицу, то есть реализовали часть мер, которые требуются по федеральному закону. Информационные системы при размещении выдаем рекомендации, то есть, какие меры реализованы, и когда органы власти переносят к нам свои информационные системы, они должны их дотестовать до требований, по которым их информационная система откатегорирована. В этом плане мы цель достигли, то есть, мы получили инфраструктурную единицу ЦОД Свердловской области, состоящей из двух разнесенных зданий, то есть, полностью длительную требованию КАИ-1. Ну, как бы, хорошо, купили кучу продуктов, там, ну, я уж не стесняюсь рекламы, там, позитивных продуктов, инфотексовских продуктов, но этим же надо пользоваться. И тут следующая, начинается возникать трудности, вот, это нехватка персонала. То есть, сами понимаете, что зарплата там в Свердловской области средняя, именно в госорганах, это, ну, 35-40 тысяч. Найдите безопасника, который будет работать за эти деньги. Соответственно, нам пришлось пока для обеспечения 24 на 7, естественно, привлекать второй аутсорсинг, но безопасников мы все еще ищем. То есть, в 20-м году у нас было всего два безопасника, в 20-м, ну, на сейчас, на конец 21-го года у нас уже их шесть. Мы вкладываем, естественно, в образование, с отрывом от выполнения обязанностей. Вот, но это тоже, мы понимаем, не предел, потому что параллельно шел процесс централизации, то есть, мы подготовили инфраструктуру, а процесс централизации, которым занималось министерство, он тоже многоуровневый, многогранный, то есть, там, конечно, никто против губернатора не попрет, но пытаются там перехитрить, то есть, там идет задача централизации, это собрать всех кадров в одном министерстве, всех кадров из-под ведов в одном ГБУ, то есть, сформировать настоящий мощный костяк, который бы занимался информатизацией в регионе. Ну, каждое министерство начинает хитрить, начинает этих кадров переводить на другие ставки, называть им функциональные обязанности, менять, ну, в общем, этот процесс тоже продолжается. Немало, кстати, хочу отметить из трудностей, то есть, кадры я обозначил, трудность в том, что отечественные продукты некоторых, некоторых производителей, я не буду там называть, вот этих я точно не назову, немножко сыроваты, то есть, доточка продуктов действительно происходит по месту их интеграции, причем, в прямом смысле, доточка. Давайте перейдем к следующему кадру. То есть, то, к чему мы стремимся, в общем-то, это наш путь, к которому мы идем. Мы идем все еще, честно скажу, мы еще не закончили. И я надеюсь, что мы закончим году 24-25, не раньше, с учетом того, что федерально финансировано это не выделяется, областное, но есть другие цели в области, которые нужно в первую очередь реализовывать, тем более, вы знаете, у нас не секрет, это ковидный период, и нужно платить врачам дополнительные зарплаты. Поэтому, да, вот это наш путь. То есть, сейчас у нас выглядит так, примерно, наша инфраструктура, то есть, есть объекты КИИ, в основном это все медицинские системы, и есть вторая ГБУ, которая сейчас пока подчиняется Минздраву, то есть, она называется Медицинский информационно-этический центр Свердловской области, но фактически в ней находится только первая линия, первая-вторая линия техподдержки самих информационных систем. Все информационные системы уже давно в СОДе Министерства цифрового развития, то есть, у нас. И тут, как показано, что мы на аутсорс привлекли наш позитивный мониторинг, очень перспективный, назовем. То есть, тут, конечно, все тоже у нас плюсы-минусы обозначены, но для нас, конечно же, главный недостаток нашей существующей сейчас инфраструктуры, это то, что мы не можем своими силами испечь 24 на 7, и вот буквально перед отправлением с нашим Министерством финансов пытался им доказать, то есть, это тоже абсурд, пытался им доказать, что 24 на 7 это необходимость, они говорят, да, но у нас же, как оценка любого госдания из объемов работ, а я им показываю, что объем-то работ не изменился, те же самые, сердцем безопасно, нужно мониторить, обслуживать, нужно реагировать. То есть, у нас за одну смену они платят, а за две смены откуда-то нужно взять деньги. Но, к сожалению, этот раунд оказался неудачным для меня. Ну, поборемся в следующем году уже, потому что бюджет принят. Вот. Ну, тут перечислены наши основные продукты, на которых мы строим все, то есть, это у нас политика региона, мы по ИБ, по информационной безопасности выпустили ряд документов, какие системы, ну, каких вендоров и какие системы будем применять и дальше развивать в области. Также и по импортозамещенным рабочим местам. Ну, это, наверное, тоже для многих головная боль органов власти, как всех заставить работать не в Windows. Потому что, ну, все так привыкли, некоторые пожилые люди говорят, вот тут иконочка выглядела так, а сейчас по-другому, и объясните, как этим пользоваться. Ну, это вот наша проделанная работа, здесь тоже указан один вендор UserGate. Мы действительно централизовали сейчас выход в интернет, обеспечение каналами связи. То есть, у нас все органы власти и даже муниципалитеты подключены через нашу сеть, и выходит централизован интернет. Это мы смогли сделать. Дальше мы сейчас активно развиваем требования второй, то есть, не двухфакторной авторизации, а авторизации еще непосредственно самих рабочих мест. То есть, это Radius протокол 802.1x. Ну, тут, то есть, вообще решение такого класса у нас в стране не разрабатывается. То есть, это либо мы используем FreeRadius, либо Microsoft, либо какие-то open source набор скриптов. Тут хотел бы, конечно, вендоров сакцентировать на этом внимание, что такое требование есть, и хотел бы, чтобы кто-то из них что-то сделал отечественное, наконец. Еще и в Avstek'е прошел все необходимые сертификации. То есть, систему защиты мы считаем, что мы создали на каком-то уровне, но это еще не полноценный сок. То есть, у нас для полноценного сока нет ни специалистов, нет еще вот обширной системы мониторинга возможных инцидентов в органах власти. То есть, если в СОДе мы все видим, мы видим инциденты, например, с Касперского, которые прилетают, но если какие-то там происходят вмешательства в компьютеры пользователей министерства, мы это, к сожалению, не видим. То есть, если Касперский не отреагировал, то, ну, к сожалению, мы этого пока не видим. Конечно, у нас цель охватить своим центром полностью информационной безопасностью. Это и все органы власти, и все подведы. Это, конечно, в идеале. Благодаря тому, что у нас куплены, наверное, самые современные продукты информационной безопасности, из-за этого мы смогли привлечь сначала уже в прошлом году студентов, в этом году это уже выпускники. И они с большой радостью работают пока на низкую зарплату. Но понятно, что они набираются опыта, набираются каких-то скиллов. Я думаю, я надеюсь, что у нас законодательство позволит как-то простимулировать их финансово в будущем, чтобы удержать специалистов. Конечно, жалко, когда ты вкладываешь в человека большие ресурсы, ну, то есть, не только финансово, а еще и опыт, обучение, на которое мы отправляем специалистов. Конечно, хочется их удерживать как можно дольше. Но мы не рабское государство, мы не имеем права их там наручниками приковывать, поэтому тут гарантии 50 на 50. Ну, это та целевая модель, которой мы движемся. Я говорю, у нас, мы планируем даже за счет денег универсиады чем-то дооснаститься, то есть нам помогут, наверное, на 90% дооборудоваться, дообучить наш персонал, но это все равно не будет конец, потому что большая работа по централизации всех информационных ресурсов органов власти. Тут говорю, опять же, министерство проводит большую работу, министерство сделало у нас, как это, как бы некрасиво говорить, региональную интеграционную платформу, то есть мы сейчас движемся даже в плане информационных потоков к централизации. Мы стремимся, потому что оперативно, достоверно получать информацию всех органов власти для подготовки выступлений первого лица, для оценки эффективности действия сотрудников власти подведенных учреждений. Даже могу сказать, что мы закончили подключение нескольких информационных систем в сфере здравоохранения для того, чтобы оценивать эффективность работы главврачей. Опять же, у нас оценка эффективности это все-таки некая палочная система, то есть вчера выступал с НИОЗ, то есть у них есть понятие СЭМД, РЭМД, структурированные электронные медицинские документы и реестры электронных медицинских документов. Да, система палочная, но не надо забывать, что и с правительства, с Минздрава, с губернатора спрашивают именно за то же самое количество и качество этих документов, которые мы транслируем в Федерацию. И поэтому мы начали переходить благодаря нашей централизованной модели достоверности информации на так называемые эффективные контракты с руководителями подвенственных учреждений. Это действительно большое для нас достижение и некая стимуляция непосредственно уже исполнительного места, чтобы они работали эффективнее. Наверное, это такая маленькая часть того success story, который бы я хотел рассказать. Боюсь, что меня в рамки временной зажали, а история-то она большая и ей конца пока экран не видно. Поэтому благодарю вас за внимание. Надеюсь, что такая история в том или ином виде наверное в каждом регионе присутствует. И если кто-то хочет более подробно, потом всех приглашаем в Сурдовскую область. Мои контакты есть у организаторов. Готов рассказывать, на что мы наткнулись, что у нас легко прошло, что плохо. Поэтому спасибо, ребята. Роман, спасибо большое. Поблагодарим нашего замечательного спикера. Так, вопросы у нас поступили. Павел такой же вопрос вам задает, как и предыдущему региону. Что входит в зону ответственности центра, то есть в основном правительство региона, ГИСы или еще и ГКУ, ГБУ, ГАУ, МФЦ и т.д. Скажу так, что как я и говорил, что в Министерстве цифрового развития у нас сейчас идет политика централизации. На сегодня у нас все медицинские системы здравоохранения. ГБУ с ОМФЦ, это тоже подвед министерства, поэтому нам самая простая централизация прошла это забрать оттуда эти специалистов и централизованно им обеспечить информационную безопасность и работу всех ресурсов. То есть да, мы на ней обкатали так называемую аутсорсинговую модель органов власти. То есть когда наши специалисты нашего ГБУ ездили по всей области, настраивали рабочие места, средства защиты, ну и обучали даже специалистов работе на отечественных операционных системах. Спасибо. Еще вопрос. Что отдано на аутсорсинг? Можно ли поподробнее рассказать, как выстроена работа? На аутсорсинг у нас отдано полностью мониторинг средств защиты. То есть мы через MaxPatrolCM транслируем все господам из Infotex и они нам обеспечивают разбор событий, корреляцию некоторых инцидентов и на нас эскалируют. Но честно скажу, там была веселая история. Мы очень ругались с Infotex из-за того информирования, которое нам приходило. То есть приходило сообщение на почту обычно вечером, потому что днем инцидента ладно мы быстро отрабатываем, а вечером приходят на почту, смотришь с телефона, у тебя что-то произошло и точка. И рекомендации проверить антивирусом или отключить ресурс. А чтобы посмотреть нажми кнопку, но только что посмотреть это тебе нужно иметь випнет клиент установлен на телефоне и действительно подключиться к самому перспективному мониторингу. Это классика жанра, я был крайне возмущен, вежливо так скажу, но вот у нас есть в регионе Ольга Макарова, которая смогла выдержать мой натиск, не моего недовольства и все-таки сейчас приходят более подробные инциденты, то есть более с каким-то описанием, то есть что произошло, например, Троян, зафиксировано действие Трояна на армии таком-то. Это нам помогло то, что мониторинг 24 на 7 у нас ввиду экономии бюджета не покрывает реагирование, то есть реагируем, конечно, мы сами своими специалистами, но вот как раз таки более подробное уведомление, она помогает принять решение, нужно ли сейчас лететь, или можно удаленно, например, ресурс запустить через КСС проверку Касперского, или там пораженный узел через межсетевой экран заблокировать. Хотя бы вот это, это огромное спасибо действительно ребятам с Инфотекса и Ольге Макаровой лично. 24 на 7 сок, это понятная цель, ставите ли вы цель IT 24 на 7? У нас, конечно, ставим, у нас планы всегда грандиозные, идущие далеко вперед, мы стараемся, но боюсь, что ситуация, вот как я вам рассказал, Минфину тяжело нашему объяснить, что у нас есть перечень информационных ресурсов, перечень технических средств, на которые нам выделяется госзадание, и ты когда им говоришь, а чтобы вторую, третью смену, дай-ка еще второе, третье госзадание, ну, Минфин так вот говорит, ты, как бы имей совесть, то есть хочется, но пока не получается. Ну, вот, кстати, более финансовых и кадровых, вот, такие разные цифры у нас два дня звучат по командам, которые занимаются информационной безопасностью, вот даже сегодня, предыдущий регион, у вас, вы говорите, шесть человек, какую вы видите идеальную цифру, которую, вот если бы, ну, вот вам Минфин согласовал все ваши планы, который бы, ваш сок обеспечил бы все функциональные задачи по региону, которые сейчас стоят, какой вот численность команды должна быть? Мы рассчитываем человек на 20, минимум, честно, это честно, то есть мы рассчитывали, что только дежурная смена, первая линия, это 8 человек, дальше у нас должна быть вторая и третья смены, которые будут непосредственно реагировать, то есть вторая, что можно сделать, так сказать, не выходя, не ставя с рабочего места, и третья смена, это те люди, которые садятся там, в машину и едут в тот орган власти или там, в тот город, где что-то произошло, то есть мы рассчитываем 20, 25 человек. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Потому что Роман вынужден будет убежать. Нет? Ну, тогда, Роман, спасибо большое, что доехали к нам на наше мероприятие. Так, тогда двигаемся дальше по нашей необъятной стране. Следующий у нас, это регион, это у нас Югра, это у нас Антамансийский автономный округ. К сожалению, Павел Игоревич у нас вынужден был сорваться и улететь, но он прислал вместо себя замену. Выступать будет у нас Иван Гудков, заместитель начальника управления информационной безопасности, ну, как раз человек, который все, собственно говоря, это руками и головой и отвечает. Добрый день, уважаемые участники форума, коллеги. Много было сказано вчера, сегодня я лишь попытаюсь добавить и рассказать эту ситуацию, которая проходит у нас на уровне региона. Кратко тоже для справки, что в 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе прошла реорганизация кадрового состава в сфере IT и в результате Департамент информационных технологий и справового развития Малинка стал побольше и начал контролировать исполнительные органы в части ведения, сопровождения информационных систем, а также было создано Управление информационной безопасности, которое, в принципе, контролирует какие-то переданные полномочия. Значит, много нормативных документов, которые необходимо выполнять всем. На уровне региона у нас соответствующие документы разработаны, оформлено, все вроде красиво, но когда мы доходим до практики, у нас получаются небольшие заминки, в том числе связанные как с разработчиками, связанные с сопровождением систем, и в частности мы попытались разбить некоторые функции, где определили операторов инфраструктуры, это отдельная организация, которая отвечает за работоспособность сервисов и информационных систем, технологического оборудования, есть операторы информационных систем, это исполнительные органы государственной власти, и есть еще появились такие сущности, как оператор в части внесения сведений, когда недостаточно сил и средств основному оператору работать с информационной системой, тогда на помощь приходят подведомственные организации, и соответственно, чтобы правильно их допустить к работе с информационной системой, появилась аббревиатура оператор в части внесения сведений. Система создана, работает, но появляются проблемы. На практике это выглядит примерно вот так вот, когда мы сталкиваемся с элементами защиты этой информационной системы, и здесь действительно очень много подводных камней. Чтобы работала система, она должна крутиться на безопасной операционной системе. При обновлении операционной системы ломается сама информационная система, перестает тупо работать. Приходится откатываться. Разработчик говорит, что мне для того, чтобы реализовать эти новые требования информационной безопасности, нужно половину системы переделать, что, соответственно, сказывается и на бюджете и прочее. Поэтому приходится применять какие-то компенсирующие меры. Здесь нам на помощь приходит наше подведомственное учреждение, Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. там у нас создана группа реагирований из 10 человек, которая при взаимодействии с СОК-центром в принципе справляется. Но есть нам куда стремиться, как и коллегам из других регионов. На сегодняшний момент у нас вот так вот выглядит схема взаимодействия. В регионе создан центр обработки данных. С 2018 года мы переносим туда все региональные ресурсы, строим эшелонированную защиту, которую постоянно развиваем и дорабатываем. В частности, ну, ни для кого не секрет, коллеги тоже уже добавляли, что на сайте госзакупок есть вся информация, которую в том числе и злоумышленники могут посмотреть, какими средствами техническими и программными регион защищается. Поэтому секретов здесь нету. Мы из 10 человек у нас порядка трех работников мы обучили на возможности изменения правил событий Макс Патроа. в результате работ связанных с тестированием на проникновение в инфраструктуру научились эти правила дорабатывать от злоумышленников. То есть уже мы больше получаем событий об инцидентах, которые происходят, которые мы раньше не видели. Также при выявлении инцидентов очень здорово нам помогают такие продукты, как КАТО, КЕДР. И в целом с Макс Патролом и с системами обнаружения вторжений мы видим более реальную картинку и более быстрее принимаем правильные решения по устранению и принятию необходимых мер. Значит, при наличии вот 10 человек мы на сегодня достигли такого показателя, как 40 минут реагирования и устранения инцидентов, связанных с компьютерными атаками. Да, действительно, мы по времени атак наблюдаем, что массовые попытки сканирования узлов или попыток подключения к нашим ресурсам происходят в ночные часы. Предыдущие года мониторинг у нас был 8 часов 5 дней в неделю. Мы понимали, что нам этого недостаточно, потому что утром мы, приходя на работу, мы получали кучу сообщений, группа реагирования начинала их разбирать, в результате мы теряли вот эти ценные минуты времени. Со следующего года мы наше министерство финансов убедили и мы переходим уже в мониторинг в режим 24 на 7, где что позволит основное время на группу реагирования направлять на их дальнейшее развитие. Значит, мы за три года научили специалистов компетентно реагировать на события мониторинга и в планах мы отойдем от первой, второй линии технической поддержки, переведя их полностью на нашу зону компетенции, оставив только третью линию. Это, во-первых, и сэкономит бюджет, а во-вторых, и будет стимулировать наших работников развиваться, потому что чтобы не испытывать кадровый голод, мы в том числе наших ребят привлекаем к таким мероприятиям, как киберполигоны. Небольшая презентация видеоролика на базе города Ханты-Мансиска прошел первый в югре киберполигон для студентов. Но студенты, мы понимаем, это уже те ребята, которые выпустились со школ, и они уже идут в тех направлениях, которые они себе выбрали. Но наша задача сейчас данный киберполигон попытаться внедрить в образовательных организациях среднего образования. Мы уже заключили соответствующее соглашение с компанией перспективный мониторинг, и реализуем в образовательных организациях данную тематику. Что мы видим? Мы видим, что ребятишки в школах уже на выходе будут знать, что им это интересно. Они будут направляться в институты по направлению 10.00 информационная безопасность. Обратным откликом мы хотим получить в регионе кадровых специалистов по информационной безопасности, которые в том числе и надеемся будут на целевое обучение направляться ребята для того, чтобы потом они могли полноценно и работать по направлению критической информационной инфраструктуры, особенности в медицинских организациях. Сейчас это тоже для нас кадровый голод. Ну и так на правительство и на подведомственные государственные учреждения. А также укомплектовать органы местного самоуправления обязательно, которые тоже страдают от компьютерных атак. Пользуясь возможностей сразу я отвечу и на вопрос Павла, и на предстоящие вопросы, которые возможно в чат-ботах ответят. Значит, какое мы видим количество в будущем нашего СОКа, чтобы охватить все организации государственные и бюджетные органы местного самоуправления. Ну, может быть, это будет цифра некорректна, но в районе 50 человек, чтобы они работали в режиме 24 на 7. Потому что, исходя, опять же, из практики киберполигона, можно понимать, что должны быть аналитики, должна быть группа реагирования, должны быть люди, которые ножками поедут, сядут в машину и действительно примут на местах какие-то решения уже, потому что либо ARM будет, сервер недоступен из внешнего подключения. Поэтому такие количественные цифры. Также, пользуясь случаем, хочу от лица правительства автономного округа пригласить вас на 13-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Там будут очень интересные площадки в области информационной безопасности, развития электронного государства, развития искусственного интеллекта. Поэтому всех приглашаем. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, а вот, Иван, вот такое большое количество видите, команды это связано с вопросами реагирования у вас, ну, видим, регион тоже большой, территориальные проблемы доступности объектов и просто ваша цифра сильно отличается от прогнозов ваших коллег. безусловно, регион у нас большой, если вот просто для понимания возьмем давайте два направления там, да, это там многофункциональные центры, их порядка там 89 объектов у нас на территории, потому что если взять сельское поселение, там стоит одно автоматизированное рабочее место, которое, в принципе, ну, где-то в сельском поселении оказываются услуги, но это все равно субъект доступа к государственной информационной системе, и необходимо это рабочее место тоже осуществлять его мониторинг, потому что злоумышленники научились подламывать такие компьютеры удаленные, зачастую они бесхозные, а уже с помощью этих компьютеров осуществлять локальные подключения к защищенной инфраструктуре, потому что для нас это контролируемая зона. Поэтому медицинских организаций у нас более 97, а каждая медицинская организация она еще и распределенная. Органов местного самоуправления у нас их количество 22, с учетом муниципальных учреждений, это же все объекты, и на всех объектах есть инфраструктура, они все имеют доступ к интернету, соответственно, все это необходимо осуществлять мониторинг. По бюджету единственное, конечно, это колоссальные затраты на первичное приобретение и внедрение средств анализа защищенности, средств мониторинга событий информационной безопасности, организация технических каналов на подключение для передачи событий безопасности, ну и уже соответственно группа реагирования там будет приниматься. То есть на это построение еще, безусловно, уйдет, я так думаю, не один и не пять лет, да, но вот с таким количеством с учетом взаимозаменяемости, с учетом заработной платы, то есть да, мы можем в 20 человек уложиться, но им зарплату нужно платить, извините, там, чтобы он никуда не уехал, а с учетом специфики заработной платы вот так, такое количество. Вот вопрос как раз в загонку, чтобы он никуда не уехал. Евгения спрашивает вас, но я на два, на две части ее вопроса разделю. Как вам удается удерживать персонал на рабочих местах после получения ими опыта в СОК? Ну, действительно, эти специалисты сейчас очень востребованы, и вопрос действительно интересный. Ну, у нас есть два пути. Один путь правильный, и мы его придерживаемся. Это забота о наших работниках, в первую очередь, чтобы у них не появилось профессиональное выгорание. Он должен быть взаимозаменяем, его нагрузка должна быть распределена, чтобы он на работу ходил с комфортом. Потому что, если на одну телегу все сильно сложить, она будет, колеса будут скрипеть, будут ехать, но комфортно от этого никакого не будет. Поэтому мы пытаемся просто распределить функциональные обязанности, и работникам становится комфортнее работать, они знают свою работу. Ну, понятно, создание комфортных условий работы, а в реальности уходят люди, уезжают люди? Конечно, ходят, уезжают. То есть, проблемы этого тоже. И вот вторая часть вопроса, и как вы нанимаете персонал, если все линии SOC отдано на аутсорс? Ну, мне кажется, это просто презентацию не очень внимательно видели, потому что Иван сказал, что они планируют первую, вторую линию все-таки SOC в ближайшем будущем сформировать у себя, отдавать на аутсорсинг дальше все меньше и меньше. Да, именно так, потому что мы уже научились не с СОКа, не с СИЭМа получать инструкцию по реагированию, а нам быстрее через секьюрити-центр зайти и быстро принять какие-то меры. Да, мы также научились работать с инструментом по анализу защищенности, докрутили его, и это для нас теперь как тоже сенсор. То есть, при попытке удаления программного обеспечения мы получаем событие, что либо программное обеспечение удалено, либо попытка его отключения, это тоже приносит плоды и так сказать пользователей, у которых руки растут не с того места, мы своевременно бьем им по рукам и после этого инциденты перестают сыпаться. Это тоже определенная такая работа. Еще что мы сделали? Мы у себя утвердили перечень программного обеспечения запрещенного и разрешенного эксплуатации. Все, и мы от этого списка не уходим. Все программы, которые злоумышленникам могут быть применены в части получения удаленного доступа или попыток установить злодовресную программу, мы это все добавили в определенный блэклист и сейчас у нас TeamWeaver, если пытается запуститься, антивирус считает, что это вирус, сразу его отключает, группа реагирования получает сообщение о том, что такой-то пользователь попытался запустить TeamWeaver, специалисты информационной безопасности звонят руководителю данного специалиста, после этого TeamWeaver не запускается в отделе вообще никогда. Это тоже такие плоды, но пришлось отрепетировать всех работников исполнительных органов власти, для того, чтобы они понимали, что если они хотят что-то сделать, пусть делают дома на своих компьютерах, а на работе нужно работать. Спасибо. Так, ну, коллеги, вопросов больше нет. Давайте поблагодарим еще раз Ивана, он тоже к нам срочно сорвался, прилетел, подменил руководителя, замечательно выступил. Могу только присоединиться к его небольшой региональной рекламе IT-форума в Югре, я сам это мероприятие регулярно посещаю, готов только подтвердить, что это действительно интересное мероприятие, не говоря уже о том, что это июнь, и в Югре в это время очень чудесно, белые ночи и все такое. Так, ну, и у нас осталось на сегодня еще одно выступление, тоже замечательный регион, за мои более чем 20 лет в информационной безопасности здесь я неоднократно какие-то вещи мы внедряли впервые вообще в стране, то есть это действительно очень инновационный регион наш, это Республика Татарстан, и я хочу предоставить слово руководителю Департамента информационной безопасности Центра информационных технологий Республики Татарстан Шамилю Бекинину и Виктору Вячеславову техническому директору группы компаний InnoStage. До выступления у нас время есть, а у вас много что есть обсудить в вопросах информационной безопасности в частности, потому что действительно вспоминаю, что очень-очень многие проекты, которые еще когда я в Интеграторе работал, такие новые, какие-то инновационные, они стартовали именно здесь, то есть именно в Республике Татарстан. Ну да, вот в принципе напомню, когда еще не было вот этой федеральной системы регистрации актов гражданского состояния, в Республике Татарстан была внедрена информатизированная институционная система ЗАГС, как раз ориентировочно в 2010 году, которая объединила все подразделения, ЗАГС, введена информационная система, обеспечив доступность, удобство эксплуатации по всем требованиям информационной безопасности регуляторов и, собственно, для удобства и оперативного оказания соответствующих услов. просто коллеги сейчас говорили, вот, Роман, как он выбивал деньги в финансовом министерстве региональном и не нашел понимания, коллеги пытаются увеличить численность сок, это уже им там это как не дает. Вот почему у вас так достаточно легко остановить, может, я не знаю, на самом деле нелегко, это только так кажется, что вот вам дается, чем вот обусловливается? Ну, все знают, что на самом деле как бы республика является одним из лидеров в области цифровизации информационных технологий в стране, вот, и это в первую очередь обусловлено тем, что у нас очень большая инфраструктура спортивная, очень много спортивных мероприятий, собственно, организовывалось и организуется до сих пор, да, очень много сервисов, мы являемся пилотной площадкой по различным сервисам, которые внедряются в целом по стране, вот, и, соответственно, тут без вопросов информационной безопасности, ну, как бы, никаким образом нельзя, да, то есть это некое лицо, и, соответственно, руководство республики Татарстан в лице ее президента, ну, собственно, очень, как бы, внимательно к этому относятся, и, соответственно, из бюджета выделяют соответствующие деньги на реализацию тех или иных вопросов, в том числе вопросов информационной безопасности, поэтому вот этот аспект, ну, и дает вот эти вот плоды, которые мы, собственно, сейчас видим, да, и, как бы, и это не останавливается на достигнутом, я сходю своего доклада, мы вот с коллегой будем рассказывать, собственно, где и поддержка вопросов создания центра кибербезопасности также очень, как бы, ну, на высшем уровне, собственно, поддерживается и выделяется на это деньги. Да, у нас интересно получается с вами коллегия такой два дня, вот, если их связать воедино, то есть, вот, вчера коллеги выступали ведомственные, крупные, да, ведомственные, ну, региональные, как Москва, ну, регион все-таки, что, и вот сегодня коллеги выступают из других регионов, получается, что, вот, уже можно выделить несколько ключевых аспектов, ну, во-первых, все ведомства как-то стараются как минимум централизовать у себя информацию о вот этих вопросах, но при этом практически все признали то, что пока не по силам это делать самостоятельно, и все выстраивают какие-то отношения с подведами, с ведомственными другими центрами, с корпоративными центрами и аутсорсерами, то есть, вот, это такая красная линия, которая уже сейчас вот можно, сейчас может быть коллеги все развенчают, у них вообще будет совершенно отличающийся кейс, но вот пока если собрать все федеральные вчера доклады, те региональные, которые были сегодня, вот пока получается так вот, то есть, у нас регионы считают, что все-таки если должна быть возможность у группы реагирования дойти своими ногами до объекта, и это вот сколько было выступлений и такой постулат, а с другой стороны у нас коллеги из ведомств крупных хотят, чтобы у них все аккумулировалось, и вот этот вот интересный кейс, такой вот, он на небольшом стыке вот этих двух дней, он у нас нарисовался, все, коллеги воссоединились, передаю слово, Шамиль, Виктор, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, коллеги, добрый день, представлюсь, меня зовут Шамиль Бекинин, я представляю Центр инфекционных технологий Республики Татарстан, мой коллега по докладу, технический директор группы НСК Виктор Вячеславов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. в рамках нашего инфектора дохлада мы хотели бы с вами поделиться нашим опытом и подходом к построению Центра кибербезопасности в Республике Татарстан, или как мы его назвали, Центр предотвращения киберугроз. Работы по созданию Центра на базе ЦЭТ еще начались в 2020 году, но более активно этот проект начал реализовываться в 2021 году, когда идея нашего министра Цепового развития Республики Татарстан поддержал как раз президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов на Совете Безопасности. Центр функционных технологий и InnoStage в данном проекте выступает в качестве партнера и, собственно, вот почему. Ну, во-первых, у ЦИТа есть, во-первых, ЦИТа это государственный интегратор и мы уже на протяжении 23 лет занимаемся реализацией масштабных и социально значимых проектов по внедрению и использованию информационных и коммуникационных технологий в органах государственной власти муниципальных органов Республики Татарстан. У нас есть собственный контакт-центр, который отшляет прием обращений всех государственных и муниципальных органов Республики Татарстан. это позволяет нам выделить из числа собственно контакт-центра сотрудников на первую линию поддержки Центра кибербезопасности тем самым сосредоточиться только на их обучении и привлечении специалистов на вторую и третью линию поддержки. Также ЦИТ осуществляет обслуживание информационно-тиколлиникационной инфраструктуры Республики Татарстан, куда включаются все министерства и ведомства государственные и муниципальные учреждения, а также медицинские и образовательные организации в эту структуру. За счет этого нам позволяют это снизить как финансовые, так и временные издержки на обследование, анализ и подключение источников событий к Центру кибербезопасности. Виктор. Коллеги, я расскажу несколько слов о компании InnoStage, если кто не знаком. Во-первых, мы интегратор в области информационной безопасности. Это наша ключевая специализация. Опыт нашей команды более 20 лет в различных проектах, в различных отраслях. Как уже сказал Шамиль, в данном проекте мы выступаем как партнеры. Я бы хотел просто рассказать о нескольких факторов, которые явились причинами нашего появления в этом проекте. Во-первых, мы находимся в Казани, мы находимся рядом с заказчиком, знаем его проблемы, более знаем задачи автоматизации, которые тоже стоят перед республикой. Кроме этого, у нас есть свой центр предотвращения киберугроз, он называется CyberArt. на самом деле мы не просто рассказываем какую-то теорию, у нас это можно потрогать, пообщаться с ребятами, задать им на самом деле вопросы, может быть, даже где-то неудобные. Если кто-то вне рамок этого доклада захочет обсудить, я готов либо в наш на стенде. Далее мы являемся стратегическим партнером компании Positive. Это важный достаточно момент, потому что у нас на российском рынке Positive один из лидеров рынка информационной безопасности и множество их продуктов. Это как раз те продукты, которые нужны СОП-центрам и центрам предотвращения киберугроз. Кроме этого, мы как компания несколько последних мероприятий, таких как стенд-офф, это киберучение, мы выступали совместно с Positive как оператор. Ну и третье, мы прекрасно умеем автоматизировать процессы в СОКе либо в ЦПК и мы воплотили это в свой продукт класса ERP, который так и называется соответственно и настоящий ERP. Шамиль? Такие термины, как цифровизация, цифровая трансформация, автоматизация, роботизация на самом деле становятся уже неотъемлемыми для государства и, собственно, современного общества. Собственно, на практике это что означает? Это постоянное появление новых сервисов, изменение, рост, масштабирование уже существующих IT-ресурсов государственных органов. Но все это на самом деле сопровождается низким уровнем подготовки специалистов и их незагруженностью на местах. Ну, соответственно, это ведет к тому, что уменьшается, ну, во-первых, скорость, во-вторых, качество реагирования на возникающие инциденты. В том числе эволюцию злоумышленников и, собственно, техника кибератак. Оно тоже эволюционирует достаточно большими темпами. Ну, и, соответственно, мы это видим, да, на то, что много уже успешных кибератак во всем мире совершается и постоянным рост, соответственно, выявленных уязвимостей. Ну, это, как следствие, ведет к росту недопустимых киберлисков. Мы, соответственно, для... использовали вот это вот понятие недопустимые киберлиски для государственных национальных систем, которые определяют те неблагоприятные события, влияющие на неприемлемость функционирования или создающие угрозу гражданам и государству, ну, а также их интересам. Вот. В первую очередь для государства неприемлемы те риски, связанные с потерей политического доверия и с потерей доверия граждан. А уже потом идет потеря неприемлемости функционирования или какие-то финансовые потери вследствие нецелевого использования, например, бюджетных средств, неисполнение бюджета, мошенничество с финансовыми показателями. С точки зрения злоумышленника, однажды проникнув в сеть, ну, в периметр государственных информационных систем, в периметр, получается, государственных тех, сервисов или самих органов власти, это, собственно, ведет к тому, чтобы можно реализовать злоумышленникам различные сценарии компрометации и тем самым привести к наступлению этих самих недопустимых рисков. Также хотел обратить внимание, что в настоящее время идет такая тенденция разрыва между информационной безопасностью и запусков и автоматизацией этих самых сервисов. На самом деле все, наверное, в государственных структурах это сталкиваются, вследствие чего решение задач по информационной безопасности. они, получается, осуществляются, первое, без учета самих этих киберрисков и их влияние на возношенный ущерб от, собственно, реализации этих киберугроз. А второе, это продиктовано современными тенденциями, когда надо быстро запустить сервис, нужно оперативно это сделать, ну, как бы, чтобы он был удобным для работы. А про информационную безопасность, как всегда, все забывают и это делают в лучшем случае, может быть, через нескольких месяцах, а в худшем в следующем году. Вот. Поэтому, собственно, построение самого центра мониторинга и реагирования на инциденты, ну, СОК, так называемый, недостаточен, по нашему мнению, для решения данных задач. И вот с подачи компании Настэч мы применили более такой инновационный подход к построению центра гиперидостаточности. А более подробно о нем расскажет Виктор. Да, спасибо. Давайте немножко, как бы, поговорим отвлеченно. На наш взгляд, есть два подхода. Спасибо. На наш взгляд, есть два подхода, которые сейчас в инфобезе применяются. Это регуляторная безопасность и практическая безопасность. Регуляторная безопасность, это, ну, фактически последние 20 лет это основной драйвер, как у нас ЭБ развивается. регуляторная безопасность, ну, она следующим тезисом характеризуется, когда подходы, методы, технологические решения, там, комплексы технические и так далее, организационные требования нам задает некий регулятор. Регулятор в широком смысле, да, это может быть СТЭК, ФСБ, это может быть ЦБ, РФ, да, но этим не ограничивается, это будут отраслевые стандарты, да, и если, например, мы говорим о большой холтинговой структуре, там, корпорацией либо организацией государственной с множеством филиалов, да, это то, что, соответственно, формулирует, там, головная организация холдинга, либо, там, управляющая компания и так далее. Практическая безопасность, а, ну, давайте закончу, наверное, все лет 20 назад мы все помним, что у нас были такие требования для класса 1Г, и мы, исходя из них, защищали, аттестировали системы. Значит, практическая безопасность, это подход, основанный на концепции B2.0, который предложен компанией Positive Technologies, и, в принципе, его можно охарактеризовать простой максимой, сделаем недопустимое невозможным. Что это значит? Это значит, сначала мы формулируем для организации либо предприятия недопустимые события, то есть именно простым человеческим языком, понятным топ-менеджменту формулируется, что для организации критично, критично для ее существования. Ну, например, это кража денег в каком-то объеме, все, деятельность будет парализована, текущие платежи, выплаты сотрудникам и так далее. Или, например, если мы говорим о компании, которая является, которая является, например, производителем ПО, таким риском будет, например, встраивание закладок ее код. Если это вскроется, это очевидный репутационный ущерб, отказ заказчиков с ней работать и так далее. Значит, на первом этапе мы формулируем недопустимые события. На втором этапе мы с помощью хакеров, как это, белых, или команды Red Team проводим как верификацию этих рисков, то есть убеждаемся, что они либо достижимы, либо часть недостижимы, вот, и при этом понимаем те сценарии атак, когда эти риски реализовать. На третьем этапе, уже зная, как проходят атаки и так далее, какие есть сценарии, мы строим центр предотвращения киберугроз, это организационные единицы, естественно, оснащенные необходимыми инструментами, и ключевая задача которого, это все известные сценарии атак, уметь мониторить, выявлять, куда продвинулся злоумышленник, и в какой-то момент, пока атака не дошла до своей финальной части, ее терминировать. Ну и параллельно, соответственно, мы стараемся так перестроить IT-ландшафт, прикладные системы, IT-инфраструктуру, так, чтобы сократить поверхность этих атак. Ну и далее, что нам необходимо, нам надо регулярно наш ЦПК тренировать, держать его, что называется, в тонусе, ну а также выявлять новые сценарии атак, новые вектора атак. Спасибо. Вот. Соответственно, два подхода не противоречат друг другу, два подхода разумным образом друг друга дополняют. В республике, как идут, соответственно, проекты, связанные регуляторной безопасностью, это очевидно, есть задачи защиты персональных данных, есть защиты ГИС, там основной регулятор стэк. Ну а, чтобы дополнить это, чтобы ответить на современные угрозы, как уже сказал «Шамиль», было принято решение построить центр предотвращения кибергроз. Когда мы, это решение было принято, ну, были сформулированы цели ЦПК. Естественно, все вертится, скажем так, вокруг ключевой цели, это обеспечение безопасного функционирования ключевых автоматизированных процессов и ГИС, таким образом, чтобы в них не произошли недопустимые события. Ну, что это дополняет? Это дополняет то, что ЦПК должен уметь обнаруживать атаки, расследовать нарушения, соответственно, регулярно он должен проходить определенные киберучения, проверять эффективность. И отдельно, знаете, я бы остановился на таком пункте, как централизация ресурсов и практической экспертизы. Ну, не секретно для кого, что мы живем в условии очень жесткого дефицита квалифицированных кадров. Вот в условиях региона, даже такого там продвинутого, богатого, как Татарстан, у нас ровно такой же дефицит квалифицированных кадров. И мы посчитали, что единственным фактически способ вырастить команду экспертов, поддерживать ее квалификацию, развиваться ей, это централизовать их и объединить в команду. Ну, и очевидно, что, да, для ЦПК основной актив это люди. Это не технологии, это не железо, которое, в конце концов, можно купить. Это люди, которых так просто не найдешь, которых надо воспитать, которые должны расти, которых надо удерживать. Дальше, когда мы определились с целями, у нас возник, соответственно, вопрос выбора организационной модели построения ЦПК. Что мы получили на входе? Ну, скажем так, это требование заказчика, да, результат в железе должен быть до конца года. ЦИТРТ, как государственный интегратор, должен быть владельцем основных процессов, то есть железо, технические комплексы. ЦИТРТ должен обставаться с собственником всего этого, то есть, точнее, не оставаться и быть. И, соответственно, в течение трех лет он должен взять на себя всю основную эксплуатацию. Вот. Ну, как про кадровый дефицит я уже сказал, соответственно, ну, размышляли мы не очень долго, мы предложили гибридную модель построения Центра предотвращения кибер-угроз. Это когда основное ядро, ключевые, соответственно, эксперты и процессы находятся, соответственно, в выделенной штатной единице, оргштатной структуре, которая была создана на базе ЦИТ, а недостающие ресурсы, соответственно, ЦПК берет, что называется, с рынка у специализированных компаний, имеющих необходимый опыт. Шамиль. На данном слайде сформулирована нами, собственно, целевая архитектура Центра предотвращения кибер-угроз, все технологии, которые мы необходимы нам для реализации функций ЦПК, мы разделили на четыре уровня. Это уровень объекта защиты, который должен обеспечивать базовый уровень безопасности антиинфраструктуры и государственных прикладных систем и сервисов. Также уровень контроля объекта защиты, второй, собственно, само ядро ЦПК, представляющий себя компоненты управления и уровень централизованного контроля. Соответственно, целевая архитектура ЦПК спроектирована таким образом, чтобы обнаружить злоумышленника, движущегося к реализации своей недопустимого события за время достаточно для того, чтобы предотвратить эту самую атаку. Поэтому для этого мы что сделали? Мы провели обследование государственных информационных систем инфраструктуры, чтобы определить именно те ключевые узлы с целью сокращения точек проникновения злоумышленника, таким образом уменьшить площадь атаки. Второе, необходимо усложнить и, так сказать, удлинить цепочку этой атаки за счет анализа и устранения уязвимости с помощью специальных сенсоров. Также необходимо обеспечить видимость IT-инфраструктуры и событий информационной безопасности на всех уровнях объекта защиты. Далее снизить время обнаружения реагирования на атаку за счет тонкой настройки средств и экспертной поддержки со стороны соответствующей организации для помощи в мониторинге и противодействии. Также повышение производительности персонала за счет глубокой автоматизации, оркестрации, аналитики и интеграции уже с той инфраструктурой, которую собственно ЦЭТ уже обслуживает в органы государственной власти республики Татарстан. К идеалу можно на самом деле, ну как бы понятно, мы к идеалу должны двигаться постепенно и поступательно, поэтому мы для себя сформировали прототип, назвав его первый пусковой комплекс, состоящий из подсвеченных блоков, который должен подтвердить в течение следующих двух лет развития нашего центра правильность выбранного курса и пройти апробацию выбранных технологий и решений в реальной среде функционирования. Коллеги, я крупными мазками хотел немножко о первой фазе проекта и о старте рассказать. Смотрите, где-то с марта по май у нас был этап подготовительной работы. То есть сначала мы обсуждали, то есть убеждали сначала ЦИД, потом совместно уже с ними убеждали Минцифрой Республики Татарстан и по сути защитили концепцию, что мы будем строить центр предотвращения кибер-вгроз. Далее как часть этой концепции была сформулирована трехлетняя дорожная карта. Соответственно итогом было принято решение, что строится ЦПК. Пункт 2 я специально выделил, это достаточно важно, хотя вроде как не имеет конкретных платных работ отношения. В мае было заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и компанией Positive Technologies. Причем делегация Республики Татарстан ездила на стендов, смотрела на практики, как проходит киберучение, что такое инструменты. Соответственно я считаю, что есть теория, есть практика. это позволило ребятам посмотреть и увидеть, что технические решения, о которых мы говорим в ЦПК, они существуют, они доступны, они работают. Ну и третий этап у нас, это непосредственная работа, это планирование, проектирование, как уже сказал Шамиль, было и пилотирование, и рассмотрение различных средств, выбор технических решений, и в итоге мы соответственно приступили к реализации первого пускового комплекса. Ну собственно, как сказал Виктор, сформулированная дорожная карта у нас рассчитана на три года. Вот в первом году, в 2021 году, с учетом выстроенной стратегии построения ЦПК, нам удалось, как я уже ранее говорил, определить ключевые узлы, требующие первоочередной защиты, сформировать требования к реализации набора мер в отношении ключевых узлов для уменьшения площади атаки, разработать архитектуру и дизайн центра, который ранее был на слайде представлен, провести действительно пилотирование и опрабатывать их решений, и сформулировать, сформировать организационную структуру, достаточную для запуска первого пускового комплекса этого центра. Ну и соответственно мы также успели внедрить в этом году базовые компоненты первого пускового комплекса в лице СИЕМа и сканеры безопасности. Следующий этап у нас предполагает завершить определение недопустимых событий, которые в принципе я говорил для в принципе государственных национных систем и вообще для всех органов власти Республики Татарстан в целом. Разработать и реализовать процессы, выполнить проектирование и внедрить компоненты второй очереди ЦПК, а самое главное перейти к концу года на самостоятельный мониторинг и анализ инцидентов. Ну и в завершении третий год у нас по плану масштабировать ЦПК в объеме достаточном для подключения государственных инициальных учреждений в Центр противодействия, а также проведением киберучений для проверки эффективности работы Центра противодействия киберугроз. На этом у нас все, коллеги. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Поблагодарим, коллег. Давайте вопросы сначала те, которые приходят в планшет. Странный вопрос, мне кажется, на него уже был ответ, но тем не менее я вопрос от Евгения цитирую. Какие предпосылки у вас были для создания Центра кибербезопасности? Это к Шамиле вопрос. Предпосылки для создания. Во-первых, собственно, рост числа на самом-то деле кибератак, которые мы тоже фиксируем совместно с системой обнаружения предотвращения кибер... государственной системой предотвращения кибератак с опкой в Республике Татарстан. Соответственно, действительно, мы видим плюс это рост числа государственных сервисов, которые, собственно, запускаются в рамках года цифровизации в Республике Татарстан и вообще вот в целом перехода на оказание многих услуг в электронный вид. Это основная из тоже посылок. Ну и, собственно, тенденции мировые, говорящие о том, что как бы... Вернее, давайте так по-другому формулирую. У нас есть, соответственно, большое количество органов, которые функционируют, да, дефицит кадров, которые мы наблюдаем так же, да, как и в других регионах в каждом этом органе, говорит нам о том, что реагирование их собственно в каждом органе, ну, как бы, невозможно в рамках децентрализованного подхода, поэтому мы как бы будем использовать централизованный подход и имеющиеся у нас возможности по оперативному реагированию количеству сотрудников, собственно, оборудование, которым мы имеем доступ прямо в точках подключения каждого органа, это позволит нам достаточно оперативно реагировать, поэтому следующим это вот дефицит кадров на местах, собственно, подготовленных и квалифицированных. А я вот, кстати, повторю вопрос, Павел у нас все регионы спрашивал, мне кажется, тоже интересно и этот вопрос будет вам задать, что входит в зону ответственности центра? Ну, то есть, имелось в виду там правительство, ГИСы, ГКУ, ГБУ, ГАУ, МФС, вот то, что Павел все это писал, и мы всем регионам этот вопрос цитировали, просто интересно, и я сразу еще тоже свой, а создается ли центр ГУСОПК на базе центра ЦПК? Смотрите, да, во-первых, я хотел, как раньше в своем начальном докладе говорил, что центр инновационной технологии вообще насчитывает в своем штате порядка 200 человек, собственно, и мы уже на рынке Татарстана с 1999 года и созданное, собственно, постановление кабинета министра, и нам вменены обязанности в рамках того, что мы сами имеем достаточно большой штат собственных специалистов разработки, то есть сами разрабатываем прикладные системы именно для государственных структур и органов республики Татарстан. Это первое. Второе, соответственно, я уже говорил, мы являемся обслуживающей организации большой вот этой информационно-теколлиникационной инфраструктуры, куда все органы республики Татарстан включены, то есть это некая сеть передачи данных, можно сказать, мы являемся неким оператором связи последних миль подключения всех органов. Это нам дает достаточно большие существенные полномочия, в том числе мы можем настроить любой маршетизатор, любой коммутатор, который находится в том или ином органе, соответственно, в случае возникновения какой-то атаки небыстримым событием мы можем даже на уровне маршетизатора заблокировать, вообще изолировать этот орган от всей сети передачи данных. Вот. Шамиль, давай я попробую тебя дополнить. Смотрите, вот вид, взгляд подрядчика, да, в республике Татарстан все системы, они централизованы, они находятся в системе большой виртуальной, как это, не облачной, а именно виртуальной инфраструктуре, все системы обслуживают ЦИТ, они централизованы, поэтому в зону ответственности, естественно, центра предотвращения киберугроз, они все войдут. Ну, в каком-то приоритете, с каким-то порядком, очевидно, ну, вот простой ответ с точки зрения технологий. да, и МФЦ, и, соответственно, другие системы, там есть такие системы, как поддержка стройкомплекса, например, не знаю, национальная библиотека, народный контроль, документы оборот, то есть там, насколько я помню, больше 50 систем. А по центру госсобки мой вопрос. А, по собки, да, собственно, мы сейчас в рамках взаимодействия с представителями центра восьмого центра ФСБ, ну, как бы в республике Татарстан, которая представляет очень тесным взаимодействием, и, собственно, у нас предусмотрены как раз-таки компоненты, которые обеспечат подключение и передачи данных в НЦКИ. Соответственно, когда мы будем готовы уже, придем к той стадии, когда будем готовы подписывать это соглашение, да, с НЦКИ. Соответственно, естественно, у нас будут эти данные передаваться, ну, уже на уровне, и мы весь этот процесс с ними отладим. Ну, и технически это же сейчас решается достаточно просто. Это один из модулей в таком продукте, как ARP, да, модуль подключения с госсобки, он чуть по-разному называется, но в планах он тоже есть, и, в принципе, составная часть СОП-центра. Ну, и если речь об организационно-распорядительных документах, конечно, при создании центра противодействия киберугруз, мы будем составлять все необходимые документы с учетом того, чтобы потом в дальнейшем было очень просто подключиться к госсобке. Ну, а вот планы, ну, то есть, понятно, в республике, в принципе, информатизация вопрос достаточно централизованный, то есть, и вопросы вот обнаружения, предотвращения компьютерных атак, ну, на те же объекты, критической информационной инфраструктуры, то есть, вы планируете, что должно тоже централизоваться и завязываться на ЦПК, да? Ну, если говорить, ну, мы же за государственную структуру больше, если те системы, которые будут определены как, ну, объекты в государственных инфраструктуры, в организационных систем и органы, соответственно, власти, естественно, мы будем их подключать. вот, например, кейс, да, вчера, когда Александр Дубасов рассказывал про как раз-таки создание центра безопасности для всех медицинских учреждений, да, централизованной, мы как раз мы вчера на закрытой сессии общались на эту поводу, и, соответственно, мы также можем предложить услуги, ну, то есть мы как бы будем подключать медицинскую организацию к нашему центру предизвращения кибер-угроз, и, естественно, в рамках выстраивания вот этого единого подхода, да, Министерства здравоохранения, мы будем с ними тоже надеясь, да, выстраивать эти процессы, если мы войдем в какую-то некую пилотную зону, то есть к тому моменту, когда будет этот процесс, мы уже на самом деле должны быть готовы для того, чтобы выстроить вот эти процессы и передавать необходимые события в соответствующий соседний СОХ, ну, там, других каких-то органов, если они будут выстраиваться. Это не только относится к Минздраву и к всем остальным. Ну, Минздрав просто вот вчера был доклад свежей и закрытой секции, поэтому это более актуально, ну, и так получилось, что они быстрее всех попали под действие как бы закона, поэтому, ну, то есть вопрос же в чем, то есть региональный СДРАФ может как-то начать говорить, что мы хотим делать свой центр компетенции, или все-таки у вас в республике считается, что если вот центр компетенции связанный с информационной безопасностью, вот он и должен быть в информационной безопасности, а остальные ведомства там на уровне взаимодействия, то есть это вот такая как бы, ну, политика в какую сторону, или наоборот, вот СДРАФ это СДРАФ, вот пусть они сами в этом и делают, центр кибербезопасности, еще один. Ну, на текущий момент все вопросы связаны с информационной безопасностью, с открытием доступа, предоставлением доступа к каким-то ресурсам, в том числе выход в интернет, у нас также централизована, и поэтому все, весь поток этих запросов идет через нас, то есть мы контролируем доступ к, собственно, не только к информационным системам, но и к ценам глобальной сети интернет. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим наших коллег. Спасибо большое. Спасибо, что они нашли время, что они приехали в Москву на наше мероприятие. У нас осталось еще 10 минут. Я попробую немножко подвести итоги этих двух дней, которые мы с вами обсуждали с созданием соков в системах государственного управления. Если у кого-то есть желание, вот микрофоны можно тоже взять и что-то сказать. Но я очень коротко, не отрывая ваше внимание, скажу, что еще раз, что мы услышали. Мы услышали, что все ведомства и регионы хотят аккумулировать у себя центры компетенции по вопросам предотвращения компьютерных атак. Мы услышали, что, тем не менее, ни одна из организаций не может себе позволить это сделать самостоятельно, и поэтому все это выстраивается в рамках некоторой коллаборации, в рамках иерархического или горизонтального, но, тем не менее, взаимодействия с подведомственными организациями, с партнерскими организациями, с ведомственными и коммерческими центрами мониторинга и так далее, и так далее. мы услышали, что все, по крайней мере, кто у нас выступал, регионы, хотят именно строить собственные центры мониторинга, собственные security operation центры для того, чтобы все-таки компетенция формировалась там, где люди могут реагировать, дойти собственно, физически до объектов и решить какие-то проблемы. да, практически у всех еще пока на это ресурсов нет, все также выстраивают коллаборацию, но вот мы услышали цифры, все они примерно в районе двух-трех лет фигурировали, в регионах хотят сформировать, чтобы как минимум первая и вторая линия была полностью оснащена, все хотят 24 на 7, свои компетенции именно в собственном центре управления выстраивает взаимодействие только уже на экспертном уровне с Сертами и другими экспертными организациями. У кого-то планы более амбициозные, то есть, да, вот Республика Царсан через три года вообще полностью свой планирует все на себя завернуть, кто-то все равно регионы, вот мы слышали сегодня, там Ханты, Свердловская область, они собираются третьей линии пока все-таки оставлять на экспертном уровне, но тем не менее тенденцию мы видим, что она идет вот туда, все коллеги испытывают или иной степени вопросы проблемы с кадрами, с кадрами испытывают проблемы все, даже те, кто не испытывает проблем с финансированием, вот, и это действительно большой, скажем так, пробел, спасибо за внимание. Спасибо.